Приветствую всех, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск номер 47. И сегодня, как всегда, в студии Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин. Всем привет. Большое спасибо за помощь нашим патронам Александру, Сергею, Владиславу, Алексею, Шевченко, Антону и Илье. Большое спасибо, что помогаете и поддерживаете наш подкастик. На этих неделях не так уж много новостей вышло, поэтому мы решили сегодня пробежаться по качественным статейкам, которые давно у нас лежали в бэклоге, и немножко порассуждать, пофилософствовать о различных аспектах C-Sharp, объектно-ориентированном программировании и всего вокруг. Но, опять же, далеко от темы уходить не будем, поэтому первая тема про свежий .NET 6. То есть, да, Microsoft действительно потихонечку готовится, видимо, к следующему превью .NET 7, и пока его еще нету, мы немножко сегодня заглянем, что же там будет, но совсем-совсем чуть-чуть, поэтому пока вспомним, что же было в .NET 6, но не просто вспомним, а мы хотим порекомендовать серию статей Эндрю Лока под общим названием Exploring .NET 6. То есть, он в 12 частях пробегается по разным кусочкам .NET 6, в основном те, которые там, конечно, поменялись, и рассказывает, на самом деле, что поменялось, почему поменялось, как оно работало раньше и как оно работает теперь. С интересными картинками, объяснением каких-то внутренностей, приведением ссылок на GitHub и на кусочки кода прямо. Так что, если вам не просто там интересно, как, например, работает какая-то фича, а как прямо она устроена, то загляните в эту серию статей, возможно, вам будет интересно посмотреть взгляд Эндрю Лока на эту тему. Как всегда, прекрасные статей очки у Эндрю. Меня единственное интересует просто, как он эти темы выбирал. То есть, он выбрал 12 абсолютно несвязанных разных тем и прокопал в них довольно-таки глубоко. Интересно, как он этот список составлял? Непонятно. Ну, некоторые темы вполне ожидаемы, так скажем. То есть, понятно, что Minimal APIs были очень хайповыми, и понятно, что там несколько статей посвящено разбору того, что же было сделано для того, чтобы Minimal APIs стали возможными. То есть, что такое Reapplication Builder и так далее. Ну, а остальные, видимо, тоже какие-то большие изменения. То есть, там Source-генераторы были затронуты. Хотя, не знаю, некоторые совсем маленькие, типа Caller Argument Expression. Ну, видимо, какие-то самые интересные, на его взгляд, вещи, которые ему было интересно покопаться, почему именно так. Ну, ладно, давай сначала списка пробежимся. И первым у нас тут про Configuration Manager. Да, Configuration Manager. Если вы, ну, а вы, конечно же, пользовались конфигурэйшенами в старых дотнетах, в пятом и раньше, там был такой класс, называемый Configuration Builder. И, как вы помните, вы можете туда накидать несколько провайдеров, сказать Build, после чего Configuration Builder сходит по всем провайдерам, соберет конфигурацию, правильно там заверайтит, если один и тот же ключ переопределяется в более поздних Configuration провайдерах и выдаст вам объект конфигурации, собственно. iConfiguration, которую вы потом обычно раздаете дальше по кодам. Так вот, если вы используете, например, какой-нибудь провайдер конфигурации, настройкой которого содержится в самой же конфигурации, то вам приходилось делать некоторые приседания. То есть, например, одна из частых таких вещей, ну, вот у нас, например, на проекте мы используем Azure App Configuration, и URL к этой конфигурации задается у нас в переменное окружение. Ну, при запуске приложения мы в переменное окружение передаем нужный URL в нужном окружении. Соответственно, как у нас выглядит код? Мы создаем Configuration Builder, мы говорим туда Add Environment Variables, потом мы говорим Build, потом мы этому же Configuration Buildеру говорим, собственно, Add уже, точнее не так, мы после билда вытаскиваем из полученного объекта Configuration Connection String к Azure App Configuration, после чего говорим Add Azure App Configuration Provider на том же билдере. Ну, добавляем, понятно, всякие App Settings JSON и App Settings Environment JSON, и после чего говорим уже билд для финальной конфигурации. То есть мы два раза вызываем билд, и промежуточный, ну, только ради того, чтобы вытащить какой-то промежуточный результат конфигурации. Вот. Это было признано не очень правильным, что ли, вот, и поэтому теперь Configuration Manager на самом деле работает так, что как только вы говорите Add D для какого-то провайдера, он сразу подтягивает из провайдера все, что нужно, и вы можете, как бы, в последующих Add D использовать значения из прошлых. Вот. То есть не нужно теперь вот этого промежуточной сборки конфигурации, это первое. А второе, Configuration Manager немножко переписан внутри, так что он оптимизирован для именно вот прям добавления этих провайдеров. Старый билдер, он был, насколько я помню статью, могу ошибаться, но, по-моему, он был типа такой. В нем можно было и удалять провайдеры, хотя непонятно зачем удалять, ну, может, зачем-то надо. Вот. Этот сейчас вот прям оптимизирован под добавление, и решает проблему конфигурации. Грубо говоря, вам не нужно делать никаких больше промежуточных шагов, и просто накидывать сюда все провайдеры, и говорите, билд, все, у вас конфигурация готова целиком. Вот. Это, собственно, первая статья, поэтому посмотрите, что поменялось, посмотрите, что нужно поменять в вашем коде для того, чтобы поработать с конфигурацией по-новому, и пользуйтесь новыми фичами. Вот. А насколько я помню, что они полностью соблюли интерфейс старого, и поэтому ничего в вашем коде, по идее, менять не нужно, у вас просто заработает. Да, просто заработает, но если хотите, то можно. Ну, да, просто работает вот в этом самом частом случае, если вы, опять же, хотите там удалять или передобавлять, или очень часто билдите наоборот, то вот тут уже может быть нюанс. То есть если вы используете по дефолту, как положено, то для вас останется все, как и было. Да, дальше, соответственно, появилась такая штука, как Web Application Builder, и ей посвящено, на самом деле, несколько статей. Одна из них — это сравнение с Generic Hostом, и по большому счету это просто сравнение и история того, как развивались эти вещи, начиная с ранних .NET Core, и заканчивая тем, к чему мы сейчас пришли. Отдельная статья посвящена тому, как этот Web Application Builder построен внутри. Отдельная статья после этого посвящена тому, как же строить middleware pipeline с помощью этого Web Application, и как это сейчас устроено. И абсолютно отдельная статья посвящена EF Core миграциям. Как же эти EF Core миграции вызывать при построении вашего приложения. Соответственно, поскольку Web Application Builder — это теперь центральная часть нового подхода к тому, как мы собираем приложения, особенно если вы используете Minimal API, то вот эти четыре статьи будут наверняка полезны, чтобы понять, как это теперь все работает, и как к этому подходить. В дополнение, кстати, к статье, ну, точнее, даже не статья, а такой набор хентов от Дэвида Фаулера, да, по-моему, на GitHub писал какую-то такую статейку, типа, как сконвертировать ваше текущее приложение в новое, в Minimal API. Мы как-то обозревали в каком-то из подкастов прошлых. Вот, короче, это примерно в ту же степь. Дальше у нас есть Web Application Factory. Это штука, которая позволяет вам попроще писать integration тесты. То есть в integration тестах как бы запускать ваше приложение, но не собирая его полностью Web Application Builder, а именно вот как бы делая такой factory, который как будто бы запустит приложение, или запустит его внутри теста. И поверх всех этих вот Web Application Builder, точнее, для того, чтобы пользователи, разработчики более правильно писали все эти новые конструкции в новых видах API, команда ASP.NET Core выкатила некоторое количество новых аналайзеров, различных аналайзеров, которые подсказывают, что вот здесь вот тут лучше другой теперь метод использовать, здесь вот там такой набор аргументиков более оптимален и так далее. И вот обзор этих аналайзеров как раз это отдельная статья. Так, смотрим, что дальше. Дальше, ну, не могло обойтись без source-генераторов. Две статьи посвящены source-генераторам. Это улучшение перфоманса. Мы много говорили про то, насколько логинг может быть тормозной, почему он может быть тормозной, как это улучшить разными способами, в том числе с source-генераторами. Ну, вот Эндрю Лог как раз это еще раз обозревает. Ну, и после того, как он написал эту статью, у него вышла еще после этого еще одна статья, где он описывает incremental генераторы, то, что тоже мы до некоторой степени обозревали. И если вы пользуетесь source-генераторами, освежите памяти. Или если вы не пользуетесь, но хотите еще раз про это вспомнить, освежите памяти, посмотрите эти две статьи. Я тебе даже больше скажу, что в выпуске в 39-м мы именно эту статью подробно разбирали. Именно про source-генераторы от Эндрю Лог. То есть это прямо ровно она. Окей. Да, это именно она. Он пишет такое количество... Там про логинг, перфоманс. Он пишет такое количество статей, что иногда... Я буду, честно говоря, что мы смотрели, что не смотрели. Так и есть. Итак, и еще есть несколько статей. Это новые фичи для dependency injection. То есть это всякие поддержки iAsync Disposables. Как в новом вот этом подходе с application builder использовать кастомный DI-контейнер. Мы про это немножко говорили раньше, но можно почитать еще раз. И кучка улучшений вокруг DI. Это что можно теперь узнать, зарегистрированный сервис или нет. Более простым способом. Есть некоторое количество новых диагностик каунтеров. Ну и... Перформанс всяких методов, типа try-add, когда вы пытаетесь зарегистрировать еще одну, например, реализацию интерфейса, но ее нужно регистрировать только если не было зарегистрации до этого. Раньше перформанс немножко страдал, теперь стал побольше. Побольше. Получше. Вот. Тоже посмотрите. DI, в принципе, штука важная и ценная. Возможно, вы там найдете что-то интересное для вашего кода. Отдельная статья про color argument expression. Это такой забавный атрибут. Мы его много раз упоминали. Он был реализован очень давно как атрибут, но его поддержка, именно действие, стала работать только в шестом дотнете. Он, напомню, передает в качестве аргумента, то есть в тот аргумент, который помечен вот этим атрибутом, будет передано выражение, которое, собственно, в вызов функции было передано прямо в текстовом виде. То есть он строчкой передается, и он обычно используется во всяких там assertion, удобно использовать и так далее. Вот как раз-таки Microsoft использовал этот атрибут в новых helper для выкидывания эксепшенов. То есть если раньше вы писали в коде if там argument is not, ну, не равен null, то throw new argument null exception, или там throw argument exception, или out of range exception, или еще что-нибудь, то теперь вы можете написать там argument out of range exception точка throw if null и передать туда, например, имя аргумента, ну или что-нибудь. И вам выкинется exception, а в тексте exception будет, собственно, вот то выражение, которое вы передали в эту функцию. И тут добиваются на самом деле двух вещей. Во-первых, ну сокращается кусочек кода, то есть вместо четырех строчек вы получаете одну, а во-вторых, такая функция становится меньше, и она с большей вероятностью, например, будет заинлайнена. Ну и в принципе код не разрастается. То есть приложение занимает меньше памяти, быстрее работает вот это все. Так что в целом полезные изменения. Ну и последняя статья, это что делать, если у вас есть приложение на пятом дотнете, вот то, как вы привыкли, то есть класс стартап.cs, вот это все, файл, в смысле, и вы хотите его мигрировать на новый дотнет, то есть в minimal API. Что нужно сделать? Вот есть отдельная прям статья, по шагам рассматривающая этот процесс. Вот такие дела, набор статей, то есть он действительно каких-то разных, немножко может быть не связанных углов, но он, наверное, действительно покрывает основные большие такие заметные изменения, которые произошли в шестом дотнете. Да, и Андрей, как всегда, прекрасный блог. Если вам вас интересует АСП или в принципе вообще развитие дотнет-фреймворка, вот Эндрей про это подробно хорошо пишет. Если вы вдруг не помните, то у него вышла прекрасная книга на английском языке и на русском тоже. Поэтому, если вам нравится, как пишет автор, он пишет довольно интересно, практично, всегда с множественными из кейсами, прямо, красиво, то на книгу тоже посмотрите, она прекрасна. Ну что ж, давай продолжим. Я тут наткнулся на интересную статейку про то, как сделать HTTP Client. И не просто как сделать, в общем, а так рассмотрение нескольких подходов, рассмотрение нескольких уровней. И так как в нашем мире все больше и больше становится таких распределенных приложений, всяких микросервисов, и всем микросервисам нужно с друг другом, конечно же, общаться. В изоляции они стоять никогда не будут и не хотят. И, соответственно, повышается необходимость в написании различных HTTP Client'ов для того, чтобы какому-то другому приложению заинсталлировать SDK, дать строго типизированный, нормальный дотнетовский клиент, и он бы им стал общаться с нашим сервисом, а не писал бы руками какой-нибудь JSON и еще какую-нибудь глупость. В общем, проблема, по-моему, понятно, она не менее важна, чем, опять же, запускать generic host'ы, делать endpoint'ы, программировать minimal API, но почему-то вот про другую сторону, про потребителей, про клиентов мало кто говорит. И мне кажется, сейчас как раз хорошая статья для того, чтобы эту тему поднять. Итак, на самом деле у HTTP Client'а не так уж много задач. Представим, что у нас сервис уже написан самый главный, у него наружу выставлен API, общаемся мы через JSON и через HTTP. Вот, теперь нам нужно, от HTTP Client'а нужны элементарные шаги. Во-первых, это засервизовать некий request, то есть некоторые данные, с помощью которых мы сможем обратиться к сервису и достать необходимые нам значения. Далее, отослать это куда-то, по какому-то адресу. Потом, десерализовать данные, которые пришли от нашего сервиса. Это может быть ответ, или может быть какая-нибудь ошибка. И, соответственно, проанализировать, проанализировать этот ответ и сгенерить какой-то вменяемый выхлоп от этого клиента для того, чтобы потребитель понял, что произошло, или достал свои значения и как-то их обработал. Вот такие банальные шаги, типа сделать response, отослать, получить, сделать request, отослать, получить response и как-то обработать, если были какие-то ошибки. Вот, в принципе, и все, что требуется от HTTP Clients'а, но когда мы начинаем это реализовать, все становится не так уж и просто. Есть куча подводных камней, куча сложностей, и сейчас мы вместе с автором статьи попробуем все это обойти, разобраться и посмотреть, какие же у нас подходы есть и какие выборы мы можем сделать для того, чтобы упростить себе жизнь. Для начала, зачем вообще нужны клиенты? Ну, во-первых, как я и сказал, это все-таки предоставить какой-то строго типизируемой удобную оболочку, которая позволяет ускорить время интеграции с другими микросервисами. Допустим, если вы отдаете уже строго типизированный SDK клиента какому-то второму микросервису, то ему уже не нужно думать о том, как сформировать URL'ы, как сформатировать значения, он просто берет и вызывает ваши методы. Времени на это уходит в разы меньше. Соответственно, этот SDK вы можете распространять там с помощью банального нугета, и для того, чтобы установить пакет и начать общаться с вашим сервисом, практически ничем не отличается от того, что он будет общаться просто с каким-то классиком, который также из пакета мог бы получить. Далее, с помощью HTTP клиента мы можем предоставить какой-то консистентный и понятный подход к общению с вашим сервисом. Уже не нужно думать, какие методы за какими вызывать, что вообще можно вызвать. А у нас есть понятные интерфейсы, понятный интеллисенс, и уже какая-то документация может быть к этим методам. Ясно, как с этим сервисом будет работать. Второе, это, соответственно, получение хоть какого-то контроля и управления тем, как с вашим сервисом будут общаться. Опять же, если вам нужно там добавить авторизацию, то вы в клиенте делаете понятные методы, которые требуют API-ключи, и уже какая-то предсказуемость того, что будущие клиенты будут приходить к вам с правильными ключами, с правильными юзернеймами, она уже как-то более-менее начинает маячить на горизонте. И, соответственно, для того, чтобы получить все эти преимущества, давайте подумаем, каким образом начинают писать обычно HTTP-клайента. Ну, скорее всего, вам нужен интерфейс, так как клиент – это какой-то сервис, внутри которого есть логика, соответственно, для него должен быть какой-то интерфейс. В общем, обычно этот интерфейс заканчивается на слово «клайент», и в данном случае автор статьи пишет для примера клиента к сервису шуток. Есть какой-то API в интернете, который выдает шутки, у него есть понятные методы взять шутку по ее идентификатору, поискать шутку и так далее. То есть такие банальные геты. Соответственно, когда вы пишете HTTP-клайент, у вас будет какой-нибудь метод, например, search, поискать какую-нибудь шутку по какому-то определению. Соответственно, в аргументах он примет все необходимые параметры. Из интересного в аргументы очень удобно передавать cancellation-токен. Не то чтобы это была очень часто используемая штука, потому что cancellation-токен в HTTP-клайенте единственное, что может сделать, это закрыть TCP-соединение. Никакой канцеляции HTTP-протокол, естественно, не поддерживает и стандартом не предусмотрено. Но закрытие HTTP-соединения, ой, закрытие TCP-соединения, это довольно дорогая операция, потому что установка нового соединения, это всегда требует кучу времени и ресурсов. В общем, поэтому этот способ признан мега-плохим, но другого у нас, к сожалению, нет. Если мы будем общаться, если у нас имплементация будет через какой-нибудь там SignalR или WebSocket или еще что-нибудь, то у них там уже есть какие-то способы, каким образом хорошо можно практически бесплатно закрыть соединение, отменить запрос. Но, к сожалению, в HTTP его нет, но то, что есть, этим мы пользуемся. Поэтому cancellation-токен всегда желательно передавать. Второй особенностью является то, что мы возвращаем не просто объект как результат запроса, а таск от объекта, потому что очевидно, что все запросы у нас будут ходить по сети. Соответственно, у нас есть какая-то соответственно сетевой input и input-output, и это должно быть асинхронично, это должны быть таски. И, соответственно, можно вернуть какой-то десерилизованный объект в виде строго типизированного уже классика. Вот в этом классике соответственно, мы можем использовать какие-то примитивные вещи, и обычно такие классики называются DTO-шками. То есть, это специальный класс, который соответствует некоторым критериям. У них не должно быть конструкторов с параметрами, и у них должны быть примитивные свойства, которые обычно с публичным гетом и с публичным сетом для того, чтобы десерилизатор любой мог проставить туда необходимые значения, которые он достанет из джессона. Да, как я уже сказал, мы используем JSON против HTTP для того, чтобы соблюсти более-менее стандарты, которые там всеми общеприняты. И чем примечательен Dota 5? Тем, что у него добавилась поддержка систем текст джессона напрямую в HTTP клиенты. Для этого вам нужно подключить NMSpace систем нет HTTP JSON, который сейчас входит в стандартный BCL. соответственно, там у вас появится куча ихстаншн методов для HTTP клиента и HTTP контекста. И вы сможете непосредственно во время реквеста десерилизовать уже возвращаемые значения в JSON. Раньше нам приходилось как-то отличать эти два процесса. То есть мы отдельно получали респонс, как-то анализировали, а потом отдельно десерилизовали. Сейчас же это все можно сделать одним методом. Если у вас все хорошо, все вернулось, все десерилизнулось, все статусы правильные, все коды хорошие, то это просто одна строка, которая читабельная, красивая, которая сама сходит и сама же десерилизует. Соответственно, имплементация клиентов будет совсем простая. Вам достаточно взять HTTP клиента и сходить по указанному урлу и десерилизнуть все, что нужно десерилизовать. Еще один интересный подход автор предлагает это хранить все урлы в определенном статическом классе отдельно от клиента, просто собрать вот такую коллекцию урлов. Все эти урлы естественно будут строчками, но так как они находятся в одном месте, очень удобно их обозревать, менять и поддерживать, если вдруг они не поменяются или вам нужно перейти на какой-нибудь новый урл, на какую-нибудь новую версию этого урла. Соответственно, могут возникнуть проблемы, если урлы вам нужно конструировать каким-то образом сложно, то есть добавлять там какие-то пути, добавлять айдишники, может быть какие-то параметры еще туда засовывать, квери, аргументы и так далее. В общем, если у вас есть сложные урлы, то можно обратиться к библиотеке, которая называется Flurl. Это библиотека, которая позволяет вам таки удобно форматировать вот эти урлы, добавлять сегменты, экранировать, эскейпить и в общем хороший такой урл билдер по сути получается, но не тот стандартный, который есть, который очень сильно ограничен, а более гибкий, более такой продвинутый. В общем, удобная библиотечка, посмотрите, если вам это актуально. Вот. И еще очень полезно для HTTP-клайентов, для ваших, оставляйте точки конфигурации. Это могут быть какие-нибудь обязательные хидра, которые вы туда прописываете, это может быть какая-то конфигурация ограничений, лимитов, и, например, вы можете прописать туда какие-то креденшалы или какой-нибудь API-токен, который должен быть для вашего сервиса обязательным, или прописать какие-нибудь общепринятые аксепт хидра, то есть в каком формате вы можете вернуть ответы. В общем, вот такая точка, которая принимает в качестве аргумента HTTP-клайента и потом этого клиента каким-то образом настраивает, ее тоже очень полезно вынести отдельно. Зачем вынести отдельно, это мы сейчас рассмотрим. Теперь давайте посмотрим на время жизни соответственно нашего HTTP-клайента. У любого клиента должен быть конструктор, и в этом конструкторе нам приходится принимать HTTP-клайент, то есть наш API-клайент для определенного сервиса должен принять к себе HTTP-клайент. HTTP-клайент это как раз-таки та центральная точка, которая будет делать непосредственно всю эту работу. Ходить куда-то, лукапить что-то, десерализовывать как-то. В общем, точка HTTP-клайента нам в любом случае нужна. HTTP-клайента имплементирует в Disposable интерфейс, соответственно, мы должны обязательно его в конце концов диспользить, если сами его создавали, потому что у него есть Unmentioned ресурсы, он как раз-таки держит TCP-соединение. И в старых версиях HTTP-клайента, ну, в принципе, наверное, в новых на этом можно напороться, в общем, существует такой распространенный ошибка. Когда вы создаете кучу-кучу HTTP-клайентов, у вас постепенно на одной машине выедаются все TCP-коннекции, потому что TCP-коннекции на одной машине, они ограничены. И ограничены не так сильно, как вам всем кажется. В общем, очень легко можно сожрать все порты, все коннекции, и просто-напросто больше у машины не будет возможности создавать никакие соединения, и они будут отваливаться, прямо даже не начавшись. Вот, и это более или менее ответ на очень частый в интернете вопрос, а должен ли я сам создавать HTTP-клайенты на каждый запрос, или мне нужно его один раз создать во время старта приложения, и вот один раз его везде использовать. В общем, создавать каждый раз его точно нельзя, вы поняли почему, потому что это отъедает все HTTP-коннекции, и обычно рекомендуют создавать единственный экземпляр, но, в принципе, не на весь application, а более или менее на какие-то сервисы, на какие-то контроллеры. Ну, в общем, несколько HTTP-клайентов на приложение создавать это вполне нормально. Чем же плохо создавать HTTP-клайент просто на все время жизни приложения? С этим тоже связан интересный баг, который, в принципе, починили только в свежих версиях дотнета, и баг этот заключался в том, это даже не баг, это такой дизайн-просчет, баг этот заключался в том, что также точно во время жизни всего HTTP-клайента кэшировались имена DNS, то есть DNS-TTL он не учитывался, и, соответственно, DNS никогда не апдейтился. И если вдруг у вас какой-то сервис, с которым вы общаетесь, упал и переподнялся на другом адресе, ну, с микросервисами это нормально, потому что адреса могут быть абсолютно динамическими, и как они называются, неважно. Для него важно, что он обновил в DNS-е свою запись, что теперь к нему нужно ходить по другому адресу, но так как у вас HTTP-клайент может быть синглтоном и жить вечно, и поэтому он ничего не знает о том, что поменялся адрес этого сервиса и продолжает долбиться по старому адресу, естественно, ничего там не находит. Вот, поэтому подход с единственным клиентом на весь application-это тоже не очень правильно, есть свои минусы. Вот, и соответственно, желательно, чтобы все эти TCP-соединения, они иногда пересоздавались. То есть вам нужен некий пул TCP-соединений для того, чтобы иногда их диспоузить, для того, чтобы иногда обновлялся список DNS-ов. И вот как раз это именно то, что и делает HTTP-клайент-фэктори, которая появилась там в последних версиях фреймворка. Вот HTTP-клайент-фэктори, она и нужна как раз таки для того, чтобы не задумываться над этим вопросом. Создавать вам HTTP-клайент или не создавать, или как часто создавать, или сколько его нужно сделать на приложение. И это теперь рекомендованный путь для того, чтобы общаться по HTTP. Каждый раз, когда вы вызываете у HTTP-клайента создать нового HTTP-клайента, на самом деле она создает вам новый объект HTTP-клайента и возвращает для использования. Но внутри HTTP-клайент переиспользует HTTP-месседж-хендлер. А уже HTTP-месседж-хендлер он пулится. То есть он таки как раз переюзывается и именно он держит TCP-коннекцию. Именно этот хендлер обрабатывает открытие и закрытие. И уже внутри эта фабрика уже сама знает, не пора ли нам обновить DNS, не пора ли нам пересоздать эти коннекции и прочие оптимизации вот на уровне коннекции. То есть она ими уже сама управляет, она уже сама ими жонглирует. Вам об этом ни о чем задумываться не надо. Соответственно, вернемся к нашей теме. Для того, чтобы вам заиспользовать нормального API-клайента, кастом API-клайента, то есть создать своего, вам в конструкторе необходимо принять HTTP-клайента. И, соответственно, если вдруг вы работать по такими-то старыми фреймворками или еще где-то, или по каким-то другим причинам вы хотите напрямую создать HTTP-клайента, то вы тоже можете это сделать. Создать обычного HTTP-клайента, вызвать метод конфигур, который я писал выше, который поднастроит все наши кастомные хедера, настройки, оптимизации, сжатия и прочее. И вернуть, соответственно, пользователю, который будет дальше уже использовать строго типизированный клиент. Но в последних версиях фреймворка у нас есть более легкий путь, который связан с Dependency Ejection, и там у нас есть такие удобные параметры, такие удобные методы, как создание именованных IP-клайентов и строго типизированных IP-клайентов. В общем, мне кажется, именовые IP-клайенты это такая промежуточная прослойка между чем-то старым и чуть ли не до новым, потому что есть этот подход на основании строчек, сделать, как зарегистрировать какого-то клиента, потом на основании строчек его как-то вызывать. В общем, все это какие-то полумеры. Нормальный подход это, конечно же, Type-it-клайенты. Это примерно похоже на то, что мы сейчас с вами и делаем. То есть, это строго типизированный клиент с понятными какими-то аргументами, методами, параметрами, и единственное, чем он отличается от всего остального, он в конструкторе принимает HTTP-клайента, который ему любезно сообщит DI-контейнер. Соответственно, в DI-контейнере такие штуки регистрируются довольно просто. Вы напросто делаете Add HTTP-клайент, и в этот generic метод передаете ваш клиент и ваш интерфейс, который вы хотите зарегистрировать. И, соответственно, после регистрации вы также можете легко у DI-а запросить Required Service по вашему интерфейсу, и он вам вернет, соответственно, строго типизированный, понятный, красивый интерфейсик, который вы только что заимплементировали. Тут хочется подчеркнуть отдельно, что весь этот подход никак не зависит от ISP-нета. Вы это вполне можете делать в консольном приложении, регистрировать, это в WinForm можно регистрировать, в общем, везде, где вам только заблагорассудится. Желательно, конечно, чтобы у вас был стандартный Microsoft SDI-контейнер, потому что там очень много вот этих полезных утилит для регистрации именно HTTP-клиентов. Очень часто проблемой, задачей, когда мы пишем HTTP-клиенты, получается кросс-катинг консерны. То есть, это то, о чем мы с вами беседовали, когда в прошлых выпусках обсуждали месседжинг. Соответственно, если вы принимаете какой-то запрос, как-то его обрабатываете, вам очень хотелось бы сделать обычно такие банальные вещи, как залагировать, допустим, начало и конец, замерить время выполнения этого запроса, произвести аутентификацию, сделать какие-нибудь кэширование, часто каких-нибудь долгих или тяжелых каких-нибудь запросов, может быть, переписать каким-то образом хидра, может быть, сделать аудит тех записей, которые приходят и тех значений, которые возвращаются. то есть, что-то общее для каждого запроса. И при этом писать в каждом запросе было бы это глупо. Такие повторяющиеся вещи. Можно забыть, пропустить, и вообще это загромождает бизнес-логику. Поэтому существует такая вещь как cross-cutting concern, то есть, те штуки, которые вы хотите делать на каждый запрос. И у http-клайента есть такая прекрасная вещь, которая называется вот message-handler. Message-handler это банальный очень интерфейс, который просто-напросто принимает http-реквест по интерфейсу и возвращает http-респонс. Что он сделает в промежутке, вызовет ли он вообще следующий метод, как-то он переделает реквест или респонс, это уже полностью на его ответственность. Соответственно, когда вы создаете новый http-клайент, вы можете передать туда список каких-нибудь хендлеров, также точно через di-контейнер вы можете зарегистрировать у client-билдера с помощью метода http-месседж-хендлер зарегистрировать какие-то хендлеры. В общем, хендлеры это есть вот эти своеобразные мидлварки. Те, кто из вас, кто писал middleware для ISP-нет-кора, соответственно, с этой концепцией уже знакомы и понимают, каким образом она работает и для чего ее можно писать. Это те же самые middleware, только немножко на другом уровне, на уровне вот прекрасно у них то, что у них очень примитивный интерфейс, как я уже сказал, там буквально из одного метода и сторонние компании, сторонние фирмы, сторонние разработчики могут этот интерфейс имплементировать и добавлять вам кучу всего полезного для вашего HTTP-клайента. Например, рассмотрим парочку самых, наверное, полезных расширений. Прежде всего, это поле. Поле устанавливается как отдельный пакет из Nouget Store и из коробки имеет интеграцию с HTTP-клайент то есть он просто одним методом можете его добавить и самые популярные вещи, которые умеют делать поле это Retry и Circuit Breaker. Проблема, которую он решает, состоит в том, что у вас сеть может падать, она ненадежна, у вас могут там замедляться пинги, у вас может на другом конце сервер быть очень занят или вообще сейчас рестартовать и хочется эти ситуации обрабатывать как-то стандартно. Ну, самое банальное это перезапрашивать несколько раз. Вот, если не больно, не банально, то перезапрашивать несколько раз с различными периодами ожидания, с различными алгоритмами повтора и так далее. То есть это стандартный такой Retry Pattern и этот Retry Pattern надеется на то, что сервис рано или поздно каким-то образом восстановится. То есть проявит какую-то селф-диагностику или может быть перезагрузиться или может быть переконфигуриться. Но теория состоит в том, что если его подождать, попытаться снова, то у вас когда-нибудь что-нибудь получится. Вот, если например, у вас в системе очень много ошибок и ошибки из одного сервиса ведут, например, к ошибкам другого сервиса и вот такая лавина ошибок бывает настолько сильна, что сервис не может подняться только потому, что в него пытаются постоянно приходят в него новые запросы. То есть мы пытаемся сто раз с помощью EGTRY перезайти в один и тот же метод. Вот, от этого у сервиса начинают заканчиваться ресурсы и он от этого начинает плохо себя чувствовать. В общем, чтобы решить эту проблему существует еще такой паттерн как Circuit Breaker. Это когда сервис просто-напросто даже не сервис, а клиент просто-напросто выключает все запросы к этому сервису и дает ему какое-то время отдохнуть. И локально если даже мы и будем просить этого клиента сходить к сервису, ничего происходить не будет до тех пор, пока там не произойдет какой-то определенный трешхолд. И после этого трешхолда мы попытаемся еще один раз. Но только один раз. Если там ответ вернется, что сервис еще не доступен, мы опять будем ждать и отклонять локально все запросы. Таким образом, мы можем дать ему продышаться, можем дать ему каких-то время на освоение дополнительных ресурсов и дальше продолжить работы. И вот, соответственно, библиотека Poly, она не только умеет вот эти два паттерна, которые я рассказал, в нее внутри есть вообще куча всего интересного, что можно сделать, каким образом можно увеличить стабильность вашего соединения. Кроме Retrivers, локарбрекетов, там есть обработка фоллбэк на какие-то другие сервисы, если вдруг первый сервис у нас недолго не отвечает. Есть bulkhead isolation, обработка таймаутов, там же можно встроить туда кэширование очень удобно. В общем, библиотека очень мощная и полезная, про нее можно говорить долго, может быть, если будет интересно, мы разберем ее отдельно. Вот, второй интересный пакет, который можно подключить к нашему HTTP-клиенту, это Identity Model ISP.net Core. Этот пакет вам будет полезен, если вы хотите обрабатывать пользователей и их аксесс-токены. с помощью этого пакета можно получать, парсить, кэшировать и ротировать токены для вашего приложения, если вы вдруг хотите там сделать какую-то security, какую-то проверку подписей, проверку сертификатов и так далее. То есть, тоже очень удобная клиентская библиотека. Дальше нам нужно как-то нашего HTTP-клиента протестировать. И здесь нам на помощь приходит как раз-таки HTTP-месседж-хендлер. Как я уже говорил, он очень примитивный и может делать абсолютно все, что угодно и с реквестами, и с респонсами. Соответственно, идея простая. Мы просто-напросто берем HTTP-месседж-хендлер и настраиваем его таким образом, чтобы на определенный реквест, допустим, по определенному урлу, у нас отдавался замоканный, захардкоженный какой-то респонс. И если мы такой HTTP-хендлер добавим в нашего клиента, то мы сможем без похода на какой-то удаленный сервис возвращать себе определенные респонсы. Это даст нам возможность протестировать то, как наш клиент работает с аргументами, какие он заголовки туда проставляет, как он обрабатывает респонсы, может ли он правильно обрабатывать ошибки, правильно ли он десерализует. То есть все эти вещи мы можем проверить без фактического сервера. То есть никуда нам ходить не надо. Вот тоже удобная штука. Но это тест такой, можно в принципе назвать его более-менее юнит-тестом, но вся мощь, вся сила HTTP клиентов она как раз и заключается в таких сквозных функциональных интеграционных end-to-end тестах. То есть мы все-таки должны были бы по идее сходить до контроллера, там все отработать, вернуть его назад. это тоже нужно делать, но здесь просто никаких особенностей, о которых нужно говорить нет. То есть берете, ходите и делаете. И если кратко подвести итог такому подходу, который мы с вами описали, у него есть куча плюсов и куча минусов. Из плюсов это, конечно же, полный контроль над тем, каким образом у нас формируются запросы, каким образом десерилизуются ответы, все структуры данных, которые мы туда передаем и которые получаем, вот это мы все полностью контролируем, полностью поддерживаем и очевидно, что там происходит. также у нас полный контроль над сериализацией и десерилизацией, мы можем подменить сериализаторы, как это их поднастроить, все это полностью в наших руках. Этот подход очень хорош для дебага и решения каких-то проблем, если что-то не получается, потому что весь код у нас под руками, ставим точку останова на http client, видим все респонсы, видим все http коды, все очевидно, понятно и просто. Но также здесь очень много, даже не много, а очень большие минусы есть. Дело в том, что для того, чтобы создать такой http client и заимплементировать, вам нужно писать очень много кода. И часто этот код будет повторяющимся, ну то есть составить там url, отправить его клиенту, обработать ошибки, десерилизовать и так далее. Конечно, все это как-то постепенно уходит во всякие методы helper, во всякие методы расширения, но то, что этот код довольно скучен, однообразен и его много, особенно если у вас большие сервисы, очень много контроллеров, очень много методов, в общем, от этого никуда не уйти. И поэтому написание таких клиентов бывает не всегда самым веселым занятием. И соответственно, вам нужно каким-то образом поддерживать эту кодовую базу, потому что API, они постоянно живут, они обычно расширяются, будет хорошо, если они все-таки не меняются в breaking change сторону, то есть будем рассчитывать только на хорошее, они там улучшаются, добавляются и изменяются, и это все вам нужно поддержать ручками. То есть, опять же, писать новые сигнатуры, писать новые константы с орлами, каким-то образом обрабатывать новые исключения, если не появятся, все это довольно непросто. Это, соответственно, из-за этих проблем появились и другие подходы, каким образом нам писать HTTP-клайн. Давайте на них остановимся подробнее. Самый первый это декларативный подход. Соответственно, декларативный подход нам не говорит, каким образом мы должны ходить к серверу, как должны мы это делать, он нам говорит, что надо сделать. Соответственно, у нас уже получается намного меньше кода, а чем меньше кода, соответственно, тем меньше багов. Поэтому такой подход тоже имеет право на жизнь. И типичным представителем библиотеки, которая позволяет такое чудо реализовать, является рефит. рефит это специальная библиотека которая превращает ваш интерфейс клиента в настоящего клиента то есть вы пишете ровно интерфейс который мы с вами обсуждали начале какой-нибудь custom api client обозначаете ему сигнатуры которые вы хотите чтобы этот интерфейс имплементировал например сходить за шуткой найти шутку скачать шутку и все и вы не занимаетесь имплементации самое прекрасно что всю имплементацию все вот эти создания степи клиентов обработка респонсов формирование реквестов рефит берет на себя он полностью имплементирует вам этот интерфейс для того чтобы помочь ему правильно это сделать на методы этого интерфейса необходимо навесить несколько атрибутиков ну прежде всего это атрибут который определяет метод и url то есть вы говорите get по такому-то урлу будет мне вызывать вот search joke далее соответственно рефит генерирует вам полностью имплементацию этого клиента вы можете этого клиента очень легко создать с помощью специальной статической фабрики можете также точно зарегистрировать его в ди контейнере с помощью одной команды adrefit client который тоже входит как бы в пакет и в принципе чувствовать себя великолепно надо признать что у рефита довольно отличные настройки то есть вы это можете кастомизировать сервизатор вы можете там кастомизировать какую-то кастомную обработку ошибок еще там что-то делать ну то есть настройки довольно гибкие довольно хорошие довольно полезные и соответственно этот подход убирает у вас большую часть вашей боли то есть никакой имплементации писать не надо просто-напросто напишите интерфейс определите url и определите а степи методы и все остальное рефит сделает за вас это довольно зрелый проект который давно уже показывает хорошие результаты описан довольно качественно хорошо соответственно из плюсов можно выделить что теперь поддержка создания степи клиента встает становится намного проще никакой имплементации просто напишите интерфейсик с теми методами которые нужно и все высокая довольно конфигурация как я уже сказал этого проекта он довольно гибкий хорошо настраивается и соответственно нет необходимости каких-то дополнительном тестировании ну то есть сквозное тестирование вам любой случай будет нужно и она будет тестировать как бы все ваше приложение но никаких юнит тестов здесь производить не нужно потому что методы полностью декларативные здесь нет никакой логики ничего ничего подобного соответственно проверять вам не нужно минусы у этого подхода тоже к сожалению есть во первых это очень сложно выявлять какие-то ошибки если вдруг что-то работает не так потому что код сгенерированный и насколько я знаю сейчас еще и он сгенерированный не на source генераторах то есть это runtime генерация или генерация то есть дебажить такое чудо если вдруг что-то что-то не так бывает весьма проблематичным другой минус соответственно это какая-то внешняя библиотека и необходимо чтобы все члены команды которые используют эту библиотеку которые ее поддерживают понимали как она работает умели с ней работать ну и хотели с ней работать да иначе кто-то придет для того чтобы расширить какие-то новые пиа и и не будет понимать что же ему делать в общем какой-то новый порог вхождения сюда тоже нужно иметь ввиду и соответственно если мы все-таки говорим про большие пиа и про огромные пиа и когда вам нужно писать там 200 клиентов у каждого по сто пятьсот методов этот подход все еще проблематичен потому что вам все еще руками нужно обозначать все сигнатуры и описывать все урлы казалось бы от этого никуда не деться но на самом деле нет существует еще третий подход который позволяет вам сгенерировать полностью автоматически всего клиента и вместе с углами и вместе с интерфейсами и вместе с синтаксисом имплементации просто вместе со всем конечно же я говорю об обмен и пиа также известном народе как свагер это свагер это специальная спецификация которая имеет свою схему свой стандарт и описывает в джессоне полностью все ваши api вызовы все ваши api точки все ваши point и контроллеры в общем а у нее есть знание о адресах о методах о документации о всех параметрах аргументов и даже о тех ошибках этих статус кодах которые могут эти end point и вернуть в стандартном шаблоне а из покора свагер включен по умолчанию то есть опыт и пиа и вас генерируется с этим нет никаких проблем поэтому единственное что вам остается это просто-напросто по этой спецификации сгенерить клиента существует довольно много инструментов которые позволяют делать такое чудо наверное одним из самых популярных является nsvac nsvac это как раз проект который позволяет вам в том числе кроме всего остального и генерить клиентов на основании спецификации также можно упомянуть авторест вижу студия connection сетка на этот сервис а в общем они отработают по такому по такому мужу принципу они умеют по какой-то спецификации генерить клиентов соответственно обычно такие инструменты распространяются в виде каких-нибудь и команд line тузов которые можно поставить независимо через nugget и вызвать в для соответственно для определенной спецификации спецификацию очень легко получить если вы запустите ваше приложение и зайдете по определенному урду там слэш свагер вы увидите какой-нибудь юай наверняка который поможет протестировать ваш API и у этого юая там будет ссылочка специально на именно на файл спецификации его можно или скачать и отдать его в определенный инструмент или же просто инструмент на отравить на этот урл этот сам вытащит всю необходимую информацию соответственно подходу плюс у такого подхода очевидны у вас получается полностью автоматизированный клиент и вам не нужно писать практически ни строчки кода он генерируется по общей принятой спецификации и соответственно эта спецификация она поддерживается не только для генерации клиентов но и в множестве других инструментов например для составления документации для гибкого тестирования для какого-нибудь описание схемы взаимодействия между различными сервисами в общем очень много где используется свагер это реальная мощная вещь потому что ее все-таки догадались стандартизировать далее у нас получается очень большая автоматизация то есть новые sdk например они вот новый sdk с клиентами они могут генериться каждый раз когда вы допустим собираете вашего ваш sdk в continuous integration и эти клиенты никогда не будут устаревать тот sdk который вы сейчас собираете он будет опираться непосредственно на те контроллеры которые вы только что запрограммировали если вы там добавили какой-то параметр топ прямо в как только вы закомитите этот кусок кода соберется новый sdk именно с этими параметрами и выпустится версия именно конкретно для этого контроллера почему что не может не радовать то есть поддержку поддерживать вручную все эти сигнатуры вам уже больше не нужно еще одного прелесть стандарта этой спецификации заключается в том что вы можете генерировать клиентов не только для дот на это не только для си шарпа но абсолютно для любого языка и соответственно существует огромное количество инструмента который позволяет вам это сделать вы один раз пишите свои контроллеры и получаете клиентов там для миллиона языков и с вашим сервисом уже может общаться не только дот на это но и все кто угодно и все соответственно все эти клиенты они поддерживаются автоматические сигнатуры обновляется автоматически и все происходит автоматически вам практически ни о чем не нужно заботиться и довольно легкий трэблшутинг то есть довольно легко понять в чем проблема потому что весь код который генерируется инструментами он складывается рядом виде исходного кода соответственно он дебажится у него есть символы его можно распространять в source линках и очень легко искать любые проблемы казалось бы все мега радужная в них бега оптимистичные только так нужны пользоваться но давайте посмотрим на минусы все-таки этот подход полностью опирается на спецификацию соответственно вас должна быть open api спецификация если ее нет то соответственно у инструментов нет исходного кода из которого нужно он берет все знания и пользоваться таким подходом нельзя здесь однако стоит заметить что подобную спецификацию не обязательно получать напрямую сервиса вы ее можете описать вручную и для этого существуют различные тоже студии различные дэшки которые позволяют вам описывать open api именно ручками соответственно если у вас есть какой-то операции но вы хотите к нему как-то обработал обращаться с помощью клиентов вы всегда можете руками описать этот файлик и скормить его тулзам которые любезно сгенерят вам клиента этот подход довольно сложно кастомизировать в общем все те контракты и все от вся эта генерация все эти параметры которые там творятся внутри они очень мощные очень универсальные но но очень не гибкие поэтому если вам нужна какая-то сложная логика какие-то сложные обработки то скорее всего это не ваш аргумент вот и для меня самая большая проблема была автор почему-то этого не учитывает но для меня это вообще была critical уязвимость этого подхода это в том что код очень-очень безобразен то есть он ужасен он отвратителен ни один нормальный разработчик в своем уме такую чушь не напишет как написано в этих сгенерированных клиентов если вы не собираетесь заглядывать то в принципе может быть это и сойдет если вы любите как бы красивый понятный предсказуемый и читабельный код то лучше туда не смотрите иначе этот подход вам никогда не подойдет ну что ж давайте подведем итоги соответственно мы рассмотрели с вами три подхода у каждого подхода есть плюсы у каждого подхода есть минусы и в если подводить общую черту то в целом если вы хотите полностью контролировать весь ваш процесс все ваши штаты клиенты интеграции сервизации структуры то вам нужно использовать подход с ручным написанием к основного http клиента и соответственно с ручным контролем всех этих процессов если вы мега занятой чувак и соответственно вам нужно все-таки на создать клиентов с более-менее средним контролем того что происходит внутри то вам нужно использовать декларативный подход тот что я рассказал про рефит если же вы мега ленив и вам вообще все равно что там происходит внутри и вы не хотите ничего контролировать вам нужно просто получить клиента и все то тогда как раз автоматический подход с автогенерации всего и вся с помощью энцвага или подобных инструментов наверное вот это вот этот выбор который который будет идеален именно для вас ну что игорь ты какие подходы используешь что тебе больше нравится мы используем ручные клиенты в части опишек и в части sdk а частично мы генерим свагером то есть но мы не используем энцваг мы до сих пор пока еще живем на старом open api свагер как он правильно называется генераторе который к сожалению еще использует rest sharp и из-за этого там есть определенные проблемы поэтому мы как раз недавно провели исследование на чтобы переключиться выбрали энцваг ну вот теперь видимо будем какой-то момент переходить на него а как вы определяете какие клиенты у вас идут под энцваг а какие вручную пишите вручную мы пишем те которые требуют например не джейсона то есть у нас есть несколько опишек которые по общаются месседжпаком там ради перформанса было сделано и так далее и там приходится просто ну там по большому счету нужно послать дополнительный хэтер до что мы аксептим месседжпак и нужно написать правильно диссерилизацию диссерилизацию сами только диссерилизацию мы только на прием получаем сэшпаковые сериализованные данные и это но в энцваг ну и в том генератор который мы сейчас пользуемся вообще не вписывался сгенерили код один раз а дальше его уже руками правим так как нам надо я в общем обычно писал все клиенты вручную потому что мне именно нравилась вот эта эстетика и продуманность каждого клиента но надо признать что у меня обычно было не так уж много и пиа и чтобы этим загоняться сейчас есть планы как-то писать намного больше клиентов под много больше сервисов под больше клиентов поэтому скорее всего придется каким-то образом до настраивать естественном зубы использовать это убожество в виде энцвага но у нас действительно довольно много опишек у нас не так много для них есть с дк то есть опишки многие паблик но мы для них не делаем каких официальных с дк прям вот в таком виде то есть с дк сделано только для тех случаев когда мы точно знаем что конечные кастомеры захотят именно из каких-то своего не знаю там приложение использовать опишки обычно кто использует ваш опишки ну фронт ну фронт и какие-то наши внутренние же сервисы но из других команд например то есть другие продукты экосистемы назовем это так ну эти этим же сервисам нужны клиенты этим сервисам нужны клиенты но не все эти сервисы написаны на нотнете они могут написать вообще на чем угодно и поэтому там на всех с дк не напишешь ну да да опять же здесь наверное энцваг вам может помочь да то есть мы просто публикуем им спеку и пожалуйста берите соответственно сфагер описание генерить под свой родной язык что хотите вот а для дотнетчиков авто сгенеренные если с дк собранный в ногетики которые соответственно можно просто завязать и использовать ну отлично я думаю тему мы раскрыли хардшоу пойдем дальше да пойдем дальше дальше давайте затронем тот самый кусочек продукт над 7 который я немножко ранее обещал а именно делегаты и метод групп конвершен чтобы это не значило наверняка с этим сталкивались конечно но может быть не задумывались смотрите предположим у нас есть функция которая принимает какой-нибудь делегат ну то есть там экшен оттэ или там фанк оттэ или еще что-нибудь в таком духе и вы туда передаете например какой-нибудь не знаю функцию другую ну то есть вы туда передаете какой-нибудь статический метод ну как пример вы вызываете какой-нибудь select и в качестве вот этого не лямбдочка туда пишите x там стрелочка что-нибудь да а прям вот мне какой-нибудь статический метод этого же класса который собственно будет делать выборку того чего вам надо из объектов которые лежат в списке ну в коллекции если вы такое сделаете через лямбдочку то решарпер например вам подскажет типа давайте использовать метод групп конвершен чтобы вы не писали x стрелочка дальше имя функции круглой скобочки ну то есть по сути вы как бы просто вызвали метод да и от икса причем а давайте мы просто сделаем передадим имя этого метода и это будет называться метод групп то что называется в датнете и все бы хорошо так в принципе можно делать но надо понимать что если вы передаете метод групп то есть просто имя метода указываете в качестве аргумента то в этом случае при каждом вызове будет аллоцироваться новый делегат то есть если у вас этот код находится на каком-нибудь hotpath то на локациях делегатов вы можете ну довольно много набрать себе memory трафика вот если же вы пишете туда лямбдочку пусть даже вида x стрелочка имя метода и передать тот же самый x казалось бы ну действие какое-то странное но тем не менее в этом случае поскольку лямбда не использует внешних никаких зависимостей то есть не капчирует ничего из внешних контекстов такая лямбда будет загаширована и соответственно будет создаваться только один раз и не будет никакого memory трафика и долгое время этого было поменять никак нельзя почему потому что в спецификации якма 3 3 4 было написано что при передаче с помощью метод групп обязательно нужно аллоцировать каждый раз новый делегат это прям был написано в спецификации ну тут и смешной момент состоит в том что уже как бы кэшируются и локальные функции статические локальные функции что-то к тому же не кэшируются вот кроме этой единственном метод группа наверное именно из-за этой строчки спецификации именно так backward compatibility поэтому когда появился тот нет кор версии один там x то вот в гитхабе доктор кора рантайма в 2015 году появился еще а давайте мы все таки будем кэшировать статические эти метод группы если вы в метод групп передаете какой-нибудь статический метод то есть он точно ничего не захватывает да из контекста то давайте мы его будем кэшировать и как бы разработчики казали ну можно но блин спецификация же ну как-то не очень здорово в итоге процесс не быстрый поэтому к концу 2017 года то есть прошло примерно два года спецификация была обновлена и она теперь позволяет кэширование она не говорит что там строго нельзя кашировать она говорит можно кэшировать можно не кэшировать как хотите вот и наконец-таки к в марте 2022 года то есть прошло еще четыре года в следующей версии visual studio 17 2 preview 2 это будет реализовано но смысле это уже реализовано и она сейчас уже замерзена в мастер и она выйдет вот в ближайшем превьюшке превью 2 то есть прошло всего шесть с половиной лет и фичу мы наконец-таки сделали да да интересно как раз только тот случай что проблема не в имплементации не в сложности какой-то реализации а сложности вот договориться и сделать так чтобы не нарушить спецификацию да если ну соответственно очень забавно посмотреть на иши там довольно длинное обсуждение там с плюсами минусами и таким как бы между вот всеми этими комментариями обсуждений периодически появляются на служебные значит изменения типа поменяли как там это называется не релиз а амайл сон вели милсон с 1x на 2x с 2x на 3x с 3x на 4x но на 4x не было на 5 и наконец-таки все 7x поменяли и по-моему на 72 вот и но 7 какой-то 70 превью 2 типа милстоун все поменено и closed так что да забавно но на самом деле забавно что вот спека была поменена в конце семнадцатого года то есть как бы вроде все готово делай но почему-то вот оно ждало седьмого дотнета ну наверное дали отстояться чтобы как бы по спеке все там перешли альтернативные реализации на новый подход изменили это у тебя все такое а у нас можно сказать много альтернативных реализаций неважно может какие то мы не знаем даже спецификация она ничего не знает об имплементации но вообще новость шикарная я в принципе мега рад потому что это как раз таки был один из последних вот этих кругов ада в лямбдах которые не давали закешироваться нормальным метод группам которые используются все-таки довольно часто потому что не имеют компактный синтаксис вот ну теперь мы наконец решили эту проблему и будем пользоваться красивым синтаксисом дальше да ну чё пойдем дальше дальше я немножко посмотрел в сторону и в кора мы в прошлый раз упоминали про превью 117 дотнета там действительно не так много новостей про и в кор они анонсировали какие-то планы какой-то road map но пока он довольно размытый и прям каких-то конкретных интересных штук из него вытащить мне не удалось поэтому будем ждать появление новых превьюшек и уже обсуждение каких-то конкретных фич а пока я решил вернушку вернуться назад в каком-то смысле обратиться к страшно сказать официальной документации ef-core в этот раз мы обсуждаем не статью а прям официальную документацию microsoft про ef-core про то как же писать код чтобы все работало быстро с ef-core ну многие знают да что под ef-core живет реальная база данных как правило и там довольно много чего может пойти не так и поэтому у microsoft и есть прям отдельный большой набор это разделов статей на тему того как правильно о чем нужно думать когда вы пишете и код для работы с базой данных чтобы все работало быстро и там есть естественно некоторая специфика ef-core и давайте пробежимся по тому что microsoft рекомендует если вы пишете вдруг код с ef-core возможно какие-то рекомендации будут вам интересны первое естественно рекомендация не удивительная поймите где тормозит и измеряйте 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 без измерения не надо ничего оптимизировать это как бы первый пункт который нужно помнить и про который мы не будем уставать напоминать в каждой статье в обсуждении каждой статьи где говорится про перформанс дальше если мы говорим про доступ к базам данных то общий такой как бы общий перформанс того как у вас работает база данных и запросы к ней из кода складывается из кучки факторов фактор 1 непосредственно скорость запроса самого то есть вы можете написать очень тормозной запрос или у вас база данных может очень тормозить потому что я мало там памяти диск или еще чего-нибудь но тем не менее то есть это первая штука вторая штука если вы получили в результате запроса какие-то данные или наоборот вы отправляете в базу данных какие-то данные которые нужно в нее положить то время тратится на то чтобы эти данные передать через сеть как мы помним в распределенных системах это один из то что называется fallacies of distributed computing что сеть она обладает бесконечной пропускной способностью это не так сеть тормозит в сети бывают потери и поэтому чем дальше ваша база данных физически находится от вашего бэкэнда кода приложения тем потенциально это время больше следующий момент связанный это раундтрибы то есть то сколько раз вы сходите в базу данных на самом деле важно потому что опять же каждый раз нужно найти свободный connection что-то с ним сделать вернуть его потом обратно и потратить время на чисто физическое пусть даже вы передаете очень мало данных но чисто физически сбегать на другую машинку и вернуться это уже некоторое занимает время и дает какой-то latency ну и последнее поскольку мы говорим про ef core то рантайм самого ef core тоже добавляет некоторый оверхед и он местами очень немаленький мы обсудим это чуть дальше вот из общих рекомендаций там есть понятная рекомендация знаете что у вас происходит внутри то есть не просто верьте что ef core все сделает хорошо а знаете как он на самом деле работает какие фичи в нем есть и когда какие нужно применять и где что отключать если вдруг оно вам не нужно ну и рекомендация если если вам нужна совсем супер скорость то смотрите на кэширование то есть кэшируйте кэшируйте еще раз кэшируйте скорее всего это будет чуть-чуть быстрее чем если вы просто будете пытаться оптимизировать прям совсем совсем последний соки из базы данных хотя конечно тоже надо делать итак есть несколько углов под которыми можно посмотреть на то как работать быстро с ef core и и первое с чего начать поскольку мы сказали что нам нужно измерять то первое нужно понять как нам нужно измерять во первых нам нужно понять если у нас какие-то медленные запросы это сделать можно несколькими способами во первых можно в самом ef core включить логинг это делается при настройке вашего db контекста либо вы вызываете метод log to и дальше туда передаете какую-нибудь лямбдочку которая принимает строчку и соответственно на каждое логирование такая строчка будет вызывать такая лямбда будет вызываться либо вы говорите use logger factory передаете туда factory i logger factory и тогда все это будет цепляться к стандартному microsoft extensions logging логированию и соответствии с лог-левелами и всякими прочими настройками будет налогироваться и на инфо уровне как раз логируется информация как правило при дефолтных настройках о всех выполненных запросах и в каждом запросе будет написано собственно что за запрос был выполнен и сколько это заняло времени там не будет информации во всех параметрах может не быть там не будет информации прям точный о там из игрушим планах и так далее но по крайней мере там будет точное время в миллисекундах сколько выполнялся запрос и общая рекомендация от microsoft а в целом такую такой логинг лучше не оставлять продакшене но потому что сам логинг требует времени и там случайно могут все-таки попасться какие-нибудь там правила данные до sensitive данные которые попадут в логи и в общем это будет не очень здорово поэтому от microsoft рекомендуют включать только тогда когда надо ну да хорошо допустим вы включили логи у вас теперь в логах валится сообщение про то что вот такой-то select исполнен селектом того-того-того-того из такой-то таблички исполнен но вы же в коде такие select не пишите в коде вы пишете link you если вы используете ее в корр в большинстве случаев и надо как-то понять какой из ваших link you запросов соответствует реальный запрос в базе особенно если у вас какой-нибудь там highly concurrent code когда куча параллельных реквестов идет то все это смешивается в логах и надо как-то понимать ну понятно что correlation есть но все-таки особенно если начнете смотреть перформанс допустим в самой базе данных там каким диской профайлером или еще чем-то то вот там точно надо будет понимать что это за запрос и откуда он пришел такая фича в коре есть то есть когда вы говорите какой-то там db context . имя вашей коллекции какой-нибудь people вы можете использовать метод расширения . tag with и передать туда строчку любую и эта строчка будет добавлена в исполняемый SQL код в качестве SQL комментария первой строкой и таким образом у вас эти запросы будут отличаться единственное что я хочу предупредить это то что комментарии SQL сервером если я правильно помню тоже считаются частью запроса и используются при определении того подходит ли этот запрос под какой-нибудь закешированный экзекюшн план поэтому если вы вдруг проявите креатив и в этот тег например будете добавлять значение какого-нибудь параметра который вы передаете в этот запрос то велика вероятность что у вас это будут каждый раз база данных будет считать это новым запросом и каждый раз строить новый экзекюшн план поэтому для query тегов выбирайте фиксированный текст и не меняйте его ну понятно что есть база данные тулы для проверки перформанс то есть если это SQL сервер то там есть всякие activity monitor и extended events и сам EF Core соответственно позволяет вытащить из себя некоторое количество ивент каунтеров то есть если вы подключите там допустим dotnet monitor либо еще похожий тулы то EF Core будет репортить некоторое количество полезных ивент каунтеров как то там количество активных дб контекстов сколько запросов в секунду делается сколько раз safe changes было сделано и так далее и кроме того microsoft рекомендует использовать benchmark.net и я как-то никогда не сталкивался с использованием benchmark.net с запросами в базу данных потому что ну это не такая прям микро операция чтобы ее там бенчмаркать но действительно в принципе можно почему нет единственное что надо понимать что в типичном бенчмарке у вас внутри бенчмарка будет инстанцироваться db контекст и поэтому это не будет чистое время выполнения запроса это будет все-таки время на db контекст надо стать connection is pool открыть connection вот это все но это нормально если вы используете этот бенчмаркинг для того чтобы сравнить два подхода например два варианта запроса потому что и там и там db контекст будет одинаково тратить ну а на запрос время соответственно будет какое-то разное уходить вы будете видеть эту разницу но вы не будете знать сколько запрос занял в общем объеме тут к сожалению так так что эта часть была про диагностику то есть включаете логии EF Core смотрите что происходит тегируйте ваши запросы и если не не помогает понять то дальше смотрите экзекюшн планы смотрите уже со стороны базы данных что происходит дальше интереснее то для чего мы используем EF Core это конечно же доставать данные из базы то есть исполнять запросы тут начинается все с достаточно банальных советов там используйте индексы найдите значит медленный запрос посмотрите на экзекюшн план поймите где не хватает индексов добавьте индексы profit но тут есть тонкости с добавлениями мы про них немножко скажем позднее с индексами есть еще да напоминание что вам иногда могут помочь так называемые композитные индексы то есть когда у вас ключом является несколько колонок и такие индексы могут сработать даже если вы в условии указали не все колонки а только некоторые но только в том случае когда вы указываете колонки которые в начале индекса находятся ну в общем композит индекс это тоже бывает полезно дальше следующий совет забирайте из базы только те properties которые вам нужны понятно что у вас есть например какой-нибудь большой объект юзера если вам нужны только айдишники и его там имя ну например не нужен там ни адрес ни e-mail ни еще что-то используйте анонимные типы все шарпи пишите select там new и соответственно только нужные вам property этого объекта и тогда запрос который будет сгенерен не будет вытаскивать все колонки из базы и таким образом уменьшит объем данных которые передаются сервером клиент это поможет сделать запрос сам запрос то может и не будет сильно быстрее но вычитывание всех данных будет работать быстрее и это работает хорошо для запросов но это не очень здорово если вы результат объект который получен в результате запрос хотите поменять сохранить обратно понятно что с анонимным объектом вы этого так просто не сделаете есть способы как это обойти через там всяких attach объектов и помечания что же них поменялось то есть как дать понять ей в кору что же поменялось в объекте но это такая advanced техника в принципе в большинстве случаев не очень надо в основном мы все-таки очень часто много читаем и только тогда когда нам мы готовимся к апдейту мы там мы можем уже нормально получить нужный нам объект тем более что как правило для апдейта мы получаем не так много объектов дальше советы понятно если есть возможность а используйте всякие лимиты то есть не забирайте все оговориться там каким-то take в link you только от определенного количества плюс используйте постраничный вывод тоже поможет для объема данных если вы используете загрузку дочерних сущностей то есть у вас есть например но классический пример у вас есть блог в блоге есть посты в постах есть комменты так вот если вы грузите посты и к ним комменты то посмотрите в сторону такой фич как split queries иначе если вы напишите просто классический join ну классический join bling в link you или будете использовать include то ef core может написать кверку сгенерить кверку который будет просто join табличку постов на табличку комментов и таким образом для каждого коммента будет возвращать еще и все колонки про пост оно конечно в результате схлопнется в нормальный один объект но зачем вам куча лишних данных вам достаточно вообще говоря иди поста только для превозврате набора комментов современный ef core имеет такое и называется это split queries но там есть несколько тонкостей во-первых сейчас для split queries на каждую кверку делается отдельный roundtrip это конечно не один плюс n но тоже возможно будет вам важно так что меряйте и бенчмаркайте тут как раз вот то где надо бенчмаркать что важнее roundtrip и или много данных в одном запросе в широкой таблице все загруженные данные точнее не так загружайте все связанные данные по возможности жадно lazy loading это прям клевая фича когда на нее смотришь на поверхности но на самом деле внизу каждое обращение внутри каждое обращение к объекту который загружен как lazy loaded будет вызывать roundtrip в базу и это на самом деле не очень здорово поэтому лучше избегать lazy loading с данными которые вы получили в результате запроса как правило вам возвращается какой-нибудь там айнумер был с ними можно сделать что вы можете на нем вызвать ту лист или ту эры или вы можете по нему начать делать форыч то есть итерироваться тут есть несколько моментов если вам нормально обрабатывать данные последовательно лучше итерируйтесь то есть не пытайтесь сделать ту лист почему потому что например если вы определенным образом сконфигурите эти фреймворк например смотрите выше split query используется то еф будет на самом деле буфферитировать результаты внутри то есть он вам то завернул айнумер но на самом деле он уже закэшировал часть результатов внутри и если вы вызовете на этом ту лист то фактически да то данные у вас закэшируется два раза один раз во внутреннем буфере и второе когда вы получите коллекцию из ту листа поэтому по возможности используем стриминг подход то есть читаем данные по мере их поступления по мере их обработки но если не как ну тогда понятно вызываем ту лист и важный кусочек это про трекинг ноутрекинг кэри значит по умолчанию при загрузке данных entity framework трекает все что вы грузите то есть он запоминает все объекты которые он прочитал и более того складывает их во внутренний словарик зачем это делается во первых это нужно не то не только для safe changes в основном конечно все считают что это нужно для safe changes но это не только для этого это еще используется для того чтобы не грузить один и тот же объект из базы а точнее из базы загрузится конечно но если после создания объекта выясняется что такой же объект уже есть с тем же identity во внутреннем словарике то вернется объект из внутреннего словарика а свежесозданный объект тот же убьется то есть таким образом мы ну до некоторой степени экономим память если вы грузите например довольно много сущностей которые на самом деле одна и та же сущность вот если например будете грузить в обратном порядке там для примера с блогами вы будете грузить все не знаю комменты этого автора во всех постах то наверное если какие-то посты очень много комментируется у вас из этих комментов будет ссылка на один тот же пост очень много раз и если трейдинг включен то объект поста будет одну один для каждого поста а если выключен то для каждого поста для каждой ссылки на каждый на один тот же пост будут созданы разные объекты пост что может быть кстати плохо с точки зрения и вашей логики тоже вы будете ожидать шарпе что объекты равны что это один тот же объект это не так что мне кажется такую проблему очень легко поймать знаешь когда ты например загрузил автора поста изменил ему имя и вот еще не успел сохранить и потом загружаешь статью и обращаешься опять к автору этого поста и у тебя уже заберется не тот автор которым поменял имя а еще старый который есть еще в базе со старым именем и получишь неконсистентные данные все так но все-таки да но тут ты поскольку ты говоришь на что вначале ты меняешь автора ты как бы готовишься к safe changes в каком-то смысле и наверное ты не будешь выключать трекинг то есть все таки если ты собираешься менять что-то то трекинг ну как бы лучше включить если ты не готов вот все эти advanced штуки делать когда ты оттачишь объекты обратно в контекст с пометкой того что они изменились что в них изменились так можно сделать но в целом да в целом можно поймать на самом деле проблемы на том что у тебя создается несколько копий одного и того же объекта фактически который логически один и это довольно сложно обычно выловить ну то есть такая ошибка довольно неприятная но да и еще штука который делает трекинг он собственно сохранять некоторое состояние объекта чтобы потом было с чем сравнить когда вы собственно поменяете что-то чтобы safe changes знал чего менялась поэтому это но это потребляет память опять же вот трекинг можно выключить сказав s-no-tracking extension методов но тогда как мы сказали там отключаются все эти проверки и один объект и даже если это один тот же объект будет крутиться несколько раз но и создаваться память несколько раз возможно это то что вам и нужно если вам никак не получается всеми этими ухищрениями добиться того чтобы крылька получилась нормальная тогда конечно можно использовать raw SQL есть специальный метод который позволяет передать это просто SQL прямо написанную строчки и вперед ну и напоминание не лишнее про то что все желательно все методы которые вы дергаете у EF Core и дергать в асинхронном варианте потому что ну 99 процентов операций с базы данных асинхронно и скорее всего вы зачем блокировать поток пока там база данных думает это было все про запросы дальше есть небольшой раздел про апдейты тут не так много во-первых ну предположим вы меняете несколько вещей то есть вам нужно поменять там сущности одни сущности другие вы все это делаете в рамках одной ну как бы транзакции в одной логической действии а потом говорите safe changes в конце у EF Core есть несколько вариантов вариант первый скомпоновать все эти SQL запросы которые он сгенерировал в один большой и заслать один раз либо на каждый искали запрос послать отдельно послать отдельно его в базу и выполнить и у того и другого похода есть плюсы и минусы с одной стороны если их компоновать то у вас будет большой запрос и плюс он будет возможно не очень эффективно исполняться на некоторых базах данных ну как-то так расплывчат очень написано в статье а с другой стороны посылая по одному запросу у вас будет куча раундтрипов и не очень здорово как написано в статье эксперименты показали что на типичном SQL сервере оптимальный вариант когда батчатся таким образом запросы не более 40 штук в одном батче то есть типа safe changes собирает их в пачке не более чем 40 штук поэтому внимание логика по дефолту максимальное количество стейтментов которые будет сохраняться и в кором в safe changes на SQL сервере это 42 это правильное решение полностью поддерживаю при том что эксперименты показали что 40 это оптимально но будет 42 ну в общем забавно да возможно просто потому что это 42 дальше соответственно в базе данных есть еще такая фича называется bulk updates потихонечку в ef-core въезжает поддержка bulk updates но как правило это делается только в экстендженах и прямой поддержки пока нету надо использовать функцию context.database.execute.escore.raw и туда передавать нормальный bulk update синтаксис той базы данных которую вы используете это то что касается апдейтов дальше есть еще отдельная тема а как же строить модель данных то есть модель вашей базы данных таблички там вот это все колоночки совет от microsoft примерно такие начинаем всегда с нормальной более-менее нормализованной модели то есть не пытаемся там денормализовать с самого начала если только мы не знаем прям вот конкретных бизнес кейзов где-то будет нужно и по мере необходимости начинаем денормализовывать то есть добавляем какие-то компьютер колонки если мы компьютер колонку именно базы данческую не можем добавить то тогда добавляем колонки которые соответственно содержат некоторую загашированную информацию и если его исходники для этой информации меняются нам приходится заботиться о том чтобы информация в этих каширующих колонках была обновлена и тут есть тоже несколько методов как это сделать это можно сделать вручную понятное дело в коде но это чревато ошибками мало ли забудете это можно сделать db триггерами если с другой стороны посмотреть это ошибками точно не чревато но это создает некоторую нагрузку на базу хотя возможно не очень большую с моей точки зрения это ок и есть промежуточный вариант и в коре есть понятие ивентов или interceptors которые тоже можно для этого использовать то есть вы можете навесить некоторую логику на изменение тех или иных свойств и в этой логике менять какие-то компьютер свойства почему нет но если даже этого не хватает используйте materialized views все такое но это все уже такие больше про не про евкора больше про база данческую штуку то что касается евкора касается обычное наследование то есть если у вас есть некоторая иерархия объектов которые вам нужно каким-то образом представить в базе данных то как правило ну используется несколько подходов да либо table hierarchy то есть когда вы все объекты храните в одной табличке и у вас просто некоторая колоночка является ну то что иногда называют дискриминантом или определяющей колонкой вообще что за тип хранится в этой строчке удобство состоит в том что все данные лежат в одной таблице и никаких джойнов делать не надо для того чтобы достать всю иерархию проблема в том что табличка обычно получается очень широкой если все эти типы шарят довольно мало свойств ну потому что у каждого типа будет заполнен только релевантные ему колонки остальные будут остальные будут налами это может быть не очень здорово для очень широких таблиц вот альтернативный подход это table per type то есть на каждый тип в иерархии вы создаете отдельную табличку он имеет свои преимущества он имеет свои недостатки вам нужно точно join если вы захотите доставить всю иерархию но если у вас типы достаточно не связаны друг другом по количеству свойств то может быть он более оптимален это тот кейс где заранее нельзя предсказать и самое противное что ну как мне кажется подход нужно выбирать довольно рано в жизненном цикле продукта поэтому тут нужно просто мерить и мерить и мерить предполагая какие у вас будут типы какие у вас будут знаете напишите тестик померьте по-другому не получится что будет быстрее join или широкие таблицы и последний раздел он называется advanced performance topics тут собрано некоторое количество фич которые могут вам пригодиться если вам нужно выжать последние соки из ef-кора ну во первых пулинг db контекстов то есть обычно вы говорите adddb контекст при конфигурации вы можете сказать adddb контекст пул и передать туда соответственно примерно те же самые аргументы в этом случае db контексты начнут пулиться то есть когда вы его диспоузить он на самом деле не уничтожается он возвращается в пул все бы хорошо но по большому счету это означает что db контексты переюзаются между разными запросами и это означает что вы не можете его конфигурить под каждый запрос отдельно то есть db контекст будет считайте что он у вас синглтон по сути говоря то есть он сконфигурировался один раз в самом начале приложения их физически-то несколько но вы никогда не знаете будете получать в один тот же или нет поэтому считайте что он синглтон после этого какие полезные конфигурации есть у db контексты которые я бы хотел бы менять на каждый запрос у нас например в зависимости от запроса connection string вазе данный будет разный мы в разной базе серьезные ребята да мы в зависимости от запроса от того то есть мы грубо говоря к нам в руле запроса приходят некоторые идентификаторы по которым мы понимаем в какую базу данных мы пойдем вот это некоторые исторические моменты потому что раньше система стабыла on-premise и соответственно она была развернута на там условно говоря нескольких серверах с каждой инстанции своей базы данных а теперь она развернута в облаке но нужно ходить в те же базы данных пока по крайней мере пока мы их не сконсолидировали в одну и мы знаем где лежат те или иные данные то есть это однозначно определяться по ключу в запросе по ну по некоторым данным внутри запроса вот но дальше мы должны как бы сказать ефкор в какую базу пойти поэтому мы connection string определяем в рантайме внутри запроса в скопе ну такой искусственный шаргинг прямо на клиенте вы сделали да принято отлично следующая фича это compiled queries то есть штука смотрите что нужно сделать ефкор ефкор работает с линкью точнее не так вы работать с ефкором посредством линкью как правило а ефкору нужно в конце сказать что ну сгенерить собственно какой-то текст для того и для этого она берет что она берет вашу текст на линкью ну то есть это expression 3 разбирать его смотрит что там получилось генерит из нее некоторое внутреннее представление и после этого на основе этого генерит на основе этого представления некоторый текст запроса и все дело каширует вот все бы хорошо но есть проблема каждый раз когда ефкор выполняет когда вы выполняете новую квэрку то есть она выполняется ефкор нужно сделать следующее ему нужно взять expression 3 который у вас есть сравнить его с тем который у него закэширован и если он закэширован то ему не нужно тратить время на сборку заново исколь выражения он его может взять из кэша это сравнение довольно быстро но просто по сути рекурсивно пробежаться по дереву и сравнить с тем деревом которое у вас сложено но все же некоторое время требует поэтому можно вызвать специальный метод который называется еф точка compile async query который вам вернет по сути делегат то есть вы туда передаете квэрку и получаете делегат который принимает те параметры которые вы бы и так передали в ну то есть какие-то которые потом станут сколь параметры фишка еще в том что делегат это является thread safe то есть вы можете получить делегат сохранить его в каком-нибудь там static поле и спокойно дергать его из разных потоков из разных ваших приходящих там шттп реквестов без каких-либо проблем оно все thread safe там нет никакого шриц состояния и и но есть несколько ограничений во первых поддержаны только простые параметры то есть вы не можете передать каким-то там table value параметр или что-то сложное то есть только простые типы скалярные и вы можете такую квэрку копилить только для одной модельки то есть вы не можете смешивать несколько ef core model то что у них называется в документации то есть в общем ограничение есть но для каких-то случаев когда действительно есть какая-то квэри которая выполняется прям очень много раз и вы хотите твердо знать что мы не тратим время на поиск того если она уже в кэше но скомпилируйте ее вручную таким способом дальше есть еще такой момент касаемых говори кэшей то есть вы можете например написать что у вас ну в какой-то в кэре да блин кью когда вы пишете вы в конце можете написать там равно равно и какой-нибудь не знаю там констант например в условии вот а в другом методе написать такую же квэрику но с другой константой вот это не очень здорово потому что квэрки это физически одинаковые но из-за того что в текст запроса будет вставлена прям константа для ef core и для SQL Server что важно это будут на самом деле разные квэрки то есть SQL Server соответственно например да и я думаю что остальные базы данных тоже будут считать их разными и соответственно каждый раз считать execution plan а ef core в этом втором кэше сохранит их как две разных квэри это будет не здорово поэтому вместо того чтобы запихивать константы в квэрку лучше всего эти константы объявить локальной переменной прямо перед квэркой и использовать эту переменную и если вы такой подход используете во многих методах ну для квэри который выглядит очень похоже то это все в итоге схлопнется в одну и ту же квэрку внутри ef core и будет хорошо оптимизировано ну вы не будете просто генерить кучу разных очень похожих на на самом деле различающихся квэрий и здесь как раз помогут внутренние каунтеры ef core то есть там есть такое называется query cache hit rate если он явно больше нет наоборот если он меньше ста процентов постоянно то это нехорошо то есть в нормально написанном приложении рано или поздно вы коснетесь всех квэрик они все закэшируются и после этого этот показатель должен быть строго сто процентов так вот если он строго меньше сто процентов значит у вас где-то есть квэрика которая постоянно как-то отличается все время сама от себя и возможно потому что вы например собрали параметр не знаю конкатенации строк и в итоге они параметризовали его поэтому посмотрите внимательно и ef core в принципе позволяет вообще создавать динамические квэрки вы прямо expression 3 можете создать но там прямо написано в статье избегайте этого потому что там все плохо и ничего не кашируется и и плохо работает медленно это все касалось значит непосредственно выполнения но есть еще стартап то есть на момент стартапа ef core точнее это не не сам стартап это на самом деле первый раз на db контексте выполняется что-нибудь db контексту нужно вообще пробежаться и понять что у него за модели есть какие у них есть свойства как он все это будет маппить чтоб все это не делать каждый раз если вам важно например время первого там запуска первого какого-то конекта в базе данных первого запроса то вы можете использовать штуку под названием compiled models то есть для этого вы используете сначала тут на доске command line вызываете тут нет и я в db контекст оптимайз он генерит некоторый код файлик ну файлик 1 написан код и потом вы используете экстенджа метод юз модул где передаете соответственно класс который в этом файлик изгенерен и таким образом дотнет будет знать уже модель которая в этом классе определена причем там все довольно таки неплохо сделано в том смысле что этот generated code используют кучу всяких partial методов и partial классов и это позволяет его до некоторой степени кастомизировать смотрите документацию потому что во первых там описаны все возможности кастомизации а во вторых там есть ограничения но из-за которых все может быть так прям легко и просто не все поддержано сейчас в этих компайл модулах но и последний раздел это про то как сделать так что все это работало получше в рантайме мы уже касались db контекст пулинга дальше можно вообще забить на диай для db контекста и использовать пулт db контекст factory напрямую без диая можно соответственно прикомпилировать кверки ну и есть еще такая штука смотрите db контекст по умолчанию и не является thread safe то есть нельзя один тот же db контекст используется из разных потоков у него есть внутри неопределенные механизмы которые позволяют это отследить и если вдруг такое происходит он кидает exception специальный так вот можно сказать при конфигурации контекста поставить специальную опцию enable thread safety checks false и если это сделано то db контекст перестает проверить что-либо на thread safety но становится чуть быстрее но если после этого вы его неправильно заезжаете из разных трендов ну вы сами себе буратины что по умолчанию это включено да 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 по умолчанию включено ну но если вы твердо уверены что у вас как бы абсолютно правильно многопоточный код и никогда один и тот db контекст не будет использоваться из разных потоков но как бы выключайте и вы немножко выиграете ну вообще это ну нормально нормальная идея не использовать db контекст нескольких потоков да то есть тебя приходит какой-нибудь запрос сейчас создается отдельный db контекст на уровне scope в http за реквеста ты там это все один поточек делаешь закрываешь запрос зачем тебе там несколько потоков ну не знаю не знаю возможно кстати в каких-нибудь асп ну вот в таких вот да исп на корр приложениях там наверное может быть это не надо а если ты например пишешь какой-нибудь десктоп впф где у тебя там какой-то там бэкграундная работа чего-нибудь где-нибудь потом что-то в юайный поток вернулось что-то там бэкграунде опять что-то делается то может быть и и скопов нету например то там может что-нибудь такое происходить да да ну тут наверное правильное решение все-таки делать выделенные скопы и понятно следить за всеми ворклоу за всеми процессами ну да хорошо смотри у меня еще есть одна статейка джона скита но она не то чтобы особо свежая просто она интересная наткнулся на нее абсолютно случайно и называется она а как бы нам переди передизайнить system object или а что было плохо запроектировано в языке программирования у базового объекта вот ну и соответственно меня заинтриговало само название и действительно вот когда мы используем уже там сколько 20 лет мы уже используем c-sharp и все время каждый день смотрим на это system object используем его используем эти методы которые уже все знают наизусть и очень полезно задуматься а зачем нужны эти методы правильно ли они были спроектированы и что можно было бы сделать лучше мне кажется как раз хорошая статья для того чтобы ее обсудить и посмотреть взгляд именно джона скита на эту проблему ну что же давай приступим тогда и так system object наверное каждый знает что это как раз таки classic от которого пронаследованы все остальные объекты как кто бы ни не был в дотнете все наследуется от системы объекта вот и поэтому любой метод который есть в объекте он соответственно будет у всех объектов в вашей системе и хочется конечно же чтобы там было как можно меньше методов для того чтобы они просто так не плодились для каждого из наследников соответственно если метод там есть нужно понимать а почему он именно так там и нельзя ли было его сделать где-нибудь отдельно вот этим вопросом и занялся джонскит вместе со своими друзьями напомню что у объекта есть прежде всего это кору конструктор без параметров финализатор get type get hash code метод equals принимающий object метод стринг мы мембровой склон а также непосредственно в объекте их нет но очень сильно связаны с объектом и влияющим на его структуру есть монитор weight монитор пульс и монитор пульсол короче мониторы давайте разберемся по порядку во первых это есть методы есть группа методов которые связаны с жизненным циклом объекта и с его идентификации кажется что это единственные три метода которые действительно должны быть в объекте и никаких вопросов они не вызывают ну во первых это король по конструктор без параметров действительно каждый объект нужно каким-то образом создавать и нам нужен конструктор от этого никуда не денешься и наверно сложно придумать какой-то универсальный параметр который будет представлять из себя некий стоит который необходим просто абсолютно всем объектам в этой системе наверное такого универсального параметра нет поэтому неудивительно что конструктор без параметров к этому претензий наверное нет никаких далее финализатор ну в принципе без разницы где должен размещаться финализатор там свое в самом объекте или мы может быть компилятор должен опознавать финализатор в наследниках и каким-то образом добавить добавлять дополнительный код для того что финализировать этот объект в принципе никакой разницы нет поэтому к финализатору тоже вопросов особых нет если дело что то хочется отметить, на самом деле финализаторы нужно использовать очень-очень редко. И если вы в вашем коде видите финализатор, то, скорее всего, вы делаете что-то не так. Единственным исключением является, это как раз-таки работа с Unmanaged ресурсами. Но, когда мы работаем с Unmanaged ресурсами, есть более правильный, официально рекомендованный Microsoft подход. Это SafeHandle. Поэтому обратите внимание, что SafeHandle намного более предпочтительен, чем финализатор, чем деструктор. Поэтому старайтесь финализаторы в вашем коде совсем не использовать. Это уже или какой-то легоси, или что-то не то. И третий тип, к которому нет никаких вопросов, это GetType. В общем, GetType это, наверное, самый важный метод в объекте. Он возвращает возможность, точку для рефлекшна, для того, чтобы исследовать дальше и как-то анализировать объект. И ему сложно придумать какую-то альтернативу. Ну, можно, например, сделать какой-то статический класс. И у этого статического класса запрашивать этот дискриминатор. Это описание типа. Но, с другой стороны, никакого смысла, опять же, в этом нет. Потому что каждый объект обязан давать вот эту точку для исследования, точку для рефлекшна. Поэтому никакого смысла отрывать эту точку от объекта нет. Вот эти три типа, в принципе, никаких проблем не вызывают. А вот все остальное уже сталкивается с какими-то вопросами. Давайте по порядку. Во-первых, есть пачка методов, предназначенных для сравнения. Это GetHashCode и Equals. Во-первых, не очевидно, что каждый объект в системе, вообще любой instance, любое порождение, обязанно сравниваться. И обязанно уметь быть сравнябельным. Вот. Просто сравниваться с собой, иногда это лишено особого смысла. И именно поэтому дефолтная имплементация для Equals это Reference Equals. То есть сравнивается именно, грубо говоря, адреса в памяти, по которым лежит этот объект. Вот. Но это тоже так за уши притянутое техническое решение, которое может быть ничего, не иметь ничего общего под тем объектом, который реально мы используем в нашей логике. И идея заключается в том, что, наверное, каждый объект должен сам решать, каким образом он именно сравнивается. И нет какого-то универсального подхода для того, чтобы это сделать. Ну, например. Например, как сравнить Integer, это довольно очевидно и понятно. Его можно просто сравнить по значению и даже не загоняться. Пример чуть посложнее, это Float. На самом деле у Float тоже сравнивается вот точно, как он есть, прям побайтово. Но этот подход, сравнение вот точно побайтово, он не рекомендуется. Потому что Float хранит в себе примерное значение. Поэтому сравнивать его нужно с каким-то эпсилоном. А эпсилон может быть или абсолютным, или относительным. Опять же, неизвестно, какой из этого лучше или не лучше использовать. То есть нет подхода, который называется «самый лучший способ сравнения по умолчанию». В каждой конкретной ситуации мы можем рассмотреть уже целых три подхода сравнения с Float. И нет самого лучшего, нужно выбирать в зависимости от ситуации. Со стрингами еще интереснее. Там у нас есть Ordinal, там у нас есть Культура, там у нас есть в зависимости от регистра. И тоже непонятно, что из этого должно быть дефолтным, самым главным и самым лучшим сравнением. Очевидно, что не может здесь быть самого лучшего сравнения. В каждом конкретном случае нам нужно что-то свое. Более сложный пример это URL. Нужно ли заботиться о том, чтобы сравнивать URL с учетом регистра? Нужно ли сравнивать фрагменты URL, которые являются практически незначимой частью, но в некоторых случаях они значимые? Можно ли представить, что URL, у которого явно задан порт 80 и протокол HTTP, и если вы сравниваете его с другим URL, который точно так же HTTP, но порт явно у него не задан. Но по спецификации подразумевается, что если это HTTP, то дефолтный порт у него 80. Должны ли эти два URL совпадать или не должны? Или это абсолютно разные URL? Все эти вопросы не имеют какого-то очевидного ответа. Именно поэтому в каждой конкретной ситуации, что такое равно для двух объектов, универсально определить невозможно. В каждой ситуации нужно это делать индивидуально. И в принципе эта проблема в дотнете уже решена, потому что у нас есть интерфейс iQuottable. Интерфейс, который как раз таки и позволяет сравнить объект самого себя с каким-то T, который является таким же типом, как и этот объект. Ну и так же можно посчитать getHashCode от самого себя. Интерфейс iQuottable полностью решает эту проблему. И у него есть отличный напарник, который называется iQuottableComparer. Это интерфейс, который позволяет сравнить два инстанса от T и так же вычислить getHashCode T. То есть вынести вот эту логику сравнения в какой-то сторонний класс и, соответственно, в зависимости от ситуации использовать тот или иной iQuottableComparer. И, соответственно, имея два вот этих интерфейса, нам вообще не нужен equals метод и getHashCode метод в SystemObject. Они становятся абсолютно ненужны, они становятся даже абсолютно вредны, потому что никогда не известно, что там по-настоящему заимплементировано, что скрывается за этим дефолтным или не дефолтным, а перекрытым, неважно, equals'ом у какого-то определенного объекта. Поэтому намного было бы удобнее, намного было бы лучше, если бы при сравнении или какой-то объект сам имприментил интерфейс iQuottable или явно передавался какой-то equality compiler. Например, дефолтное поведение текущее могло быть бы реализовано с помощью обычного референса equality compiler, который сравнивал бы по ссылкам. Это было бы очевидно, правильно и просто. Обратимся к консюмерам, потому что прежде всего, когда говорят про getHashCode и equals, оправдываются тем, что у нас есть некие коллекции, которым эти методы жизненно необходимы. Например, dictionary. И, соответственно, очень важно, чтобы у каждого объекта был хэш-код и чтобы он мог участвовать в dictionary. Но, с другой стороны, мы можем наложить специальные констрейты на dictionary, что если нам передается какой-то generic в качестве ключа в словарик, то мы можем наложить constraint, что этот тип должен обязательно реализовать iQuottable. И, соответственно, наши проблемы решены. Те типы, которые реализуют iQuottable, они могут быть ключом для dictionary. Те, которые не реализуют, они быть не могут. В общем, все честно. Или, если у вас есть тип, который не реализует, но вы знаете, как его правильно сравнивать, все очень просто. Передаете iQuottableComparser для этого ключа, и все, dictionary начинает уметь с ним работать. Никаких проблем с этим нет. Поэтому, все-таки, вывод в том, что equals и getHashCode в объекте практически бесполезны. Далее, еще одна интересная секция. Это монитор и работа с потоками. И это, по мнению скита, одна из самых величайших ошибок в проектировании как раз BCL. То есть, у нас каждый объект каким-то образом связан с монитором. Каким-то образом его структура построена для того, чтобы обеспечить правильный трейдинг. Это поведение было ошибочно. Изначально произимплементировано в Java и, к сожалению, было бездумно скопировано в .NET. Вот отсюда, в принципе, все корни растут. И к чему же это приводит? К тому, что мы можем сделать лог на любом объекте, который у нас есть в системе. Но это считается на данный момент плохой практикой. Если вы, например, лочите this, объект this. Потому что к этому объекту, соответственно, могут обращаться и точно так же лочить его. Или снаружи, или с других методов, которые не видят того, что данный лог на вис используется для чего-то другого. В общем, лочить вис это плохо. Это bad practice считается. И обычно используют приватное redonly поле типа object, который просто-напросто создают в этом классике и на него лочатся. Соответственно, если у вас есть несколько алгоритмов или workflow of lock, вы создаете несколько этих полей и лочитесь на том, на котором вам нужно. И никаких проблем с этим висом нет. Каждый лочится там, где ему необходимо. Соответственно, никакого смысла иметь возможность залочиться абсолютно на любом reference типе, ее нет. То есть у нас есть какой-то специальный, обычно есть какой-то специальный классик, который специальный instance, который для этого выделен. И именно на нем сейчас весь современный код, все без практики лочатся. Для чего нам нужен лог на любом reference типе, это остается сейчас большой-большой загадкой. Такой большой-большой неудел. Намного лучше было бы, если бы монитор, который для трейдинга как раз используется, можно было просто инстанциировать. То есть инстанс монитора и служил бы тем самым объектом, который мог бы синхронизировать различные потоки. И методы, которые wait, pulse, pulse all, все они были бы методами не статическими, а инстансами метода этого монитора. И тогда бы ушло все разногласие, и тогда бы ушли все вот эти многочтения. Код стал бы более чистым, код стал бы более читабельным. И, может быть, нам даже не нужно было бы ключевое слово, ключевое слово lock. Потому что можно было бы сделать метод monitor enter, который возвращал бы iDisposable. А iDisposable мы уже можем юзать в юзинге. Соответственно, с помощью юзинга мы могли бы заменить все локи. Вот таким образом можно было бы избавиться от вот этих дурацких мониторов, которые зачем-то нам связаны с каждым объектом в нашей системе. Еще одно интересное замечание про string. То есть у каждого объекта есть метод toString. И этот метод очень часто используется и очень часто даже используется неявно в различных местах. Здесь нужно иметь в виду, что обычно под этим методом можно подразумевать три различных функции. Во-первых, метод toString часто используется для того, чтобы сделать какое-то представление объекта для разработчиков. То есть каким-то образом его отдебажить, задампить или залогировать. То есть то, как можно представить этот объект глазами разработчика. Во-вторых, очень часто toString используется для какого-нибудь юзер-интерфейса. Например, отформатировать сообщение об ошибке и показать пользователю. Или, например, сделать какие-нибудь текстовые контролы в UI. И, соответственно, все это немножко противоречит первому пункту, когда объект использует toString для того, чтобы разработчикам показать какую-нибудь дамповую информацию. И третий путь – это toString используется для того, чтобы отформатировать какой-нибудь машиноспецифичный код. Например, сериализацию. Когда мы форматируем какие-нибудь циферки, это не так страшно. То есть int засерилизовать может любой. А если мы начинаем форматировать уже что-то сложнее, например, что-то с плавающей точкой, то там toString полностью зависит от текущей культуры и может вам выдать на разных культурах, на разных потоках, на разных машинах совсем разные значения. То есть обычно для сериализации нужно использовать invariant culture. А для, например, показывания сообщений пользователю и для рисования текста на формочках, там как раз-таки нужно использовать current culture. И что из этого будет использоваться по-настоящему в методе toString, мы, грубо говоря, не знаем. То есть для потребителя, для разработчика это абсолютно не очевидно, как заимплементирован toString в каком-то абстрактном объекте, в каком-то абстрактном классе, который мы используем. И то, как раз-таки, что смешиваются вот эти три подхода, вот эти три разные способа использования toString, это и есть проблема. Потому что очень-очень часто, практически всегда мы понятия не имеем, что там творится под капотом и как по-настоящему там должно все происходить. Если мы говорим про современный кодинг, то, в принципе, машиноспецифичный код, который используется для сериализации, кажется, что уже разработчики отучились использовать toString в этих местах. У нас есть специальные сериализаторы, они как бы мощные, разнообразные, гибкие, и мы доверяем полностью им, а сериализатор уже полностью заботится обо всем. По всех частых случаях это уже, наверное, так. Но для юзер-интерфейса и для дампа данных для глаз-разработчика toString все еще используется. Поэтому здесь у Джона Скита есть такая рекомендация, что лучше бы явно использовать метод toString, то есть назвать его, допустим, toDebugString. И тогда будет полностью понятно, что это не нужно использовать в интерфейсе, это можно использовать для дебага, и вот только там его и надо использовать. Если вы хотите машиночитабельный код, идете в сериализатор. Если вы хотите для юзер-интерфейса, идете в какой-нибудь Localization Manager и оттуда выбираете все сообщения. Вот это было бы намного явнее и намного понятнее. В общем, toString здесь тоже не удел. То есть его можно было бы оставить, наверное, но желательно переименовать. А может быть рассмотреть вариант, что оставлять его не надо, а заимплементировать специальный интерфейс, который предоставил бы эту toDebugString. Но, скорее всего, в принципе, ничего страшного, если бы мы оставили этот метод и не было бы. Следующий метод это MemorWiseClone, который, наверное, многие даже разработчики не знают и не помнят, что он такой существует. Потому что изначально он явно очень яро использовался с начала времен, как только .NET появлялся. После этого уже вышли какие-то рекомендации от Microsoft, где он был признан BadPractice. Потому что невозможно понять, насколько глубоко этот MemorWiseClone работает. То есть копирует ли он просто ссылки верхнеуровневые или заходит внутрь объекта и внутри объекта все копирует. Ну, допустим, если у вас есть какой-нибудь классик, который внутри себя содержит коллекцию, и вы вызываете MemorWiseClone, совсем не очевидно, что он вам вернет. Клонированный объект, у которого ссылка на эту коллекцию привязана к той же самой коллекции? Или же он зашел внутрь коллекции, продублировал все элементы, создал вам новую коллекцию и туда добавил дубли всех этих элементов. И так, соответственно, можно входить в элементы и дублировать до полной бесконечности. Поэтому официально Microsoft рекомендует не использовать этот метод. Если вам нужно, вы сами должны заимплементировать какой-то интерфейс и уже в этом интерфейсе четко сказать. Это будет ShallowCopy, это будет DeepCopy или будет какой-нибудь StructureCopy или еще что-то. Ну, то есть вы должны это явно обозначить. Поэтому MemorWiseClone, по идее, в объекте тоже абсолютно не нужен. Потому что он непонятно, что делает, непонятно в каком виде, и поэтому его никто вот так вот прям из объекта обычно не использует. Можно было бы сделать это в какой-нибудь соседнем методе, назвать там какой-нибудь класс Cloner и там сделать там клон. Вот вполне могли бы сделать и так. Так зачем его засовывать в объект, абсолютно не очевидно. И еще с MemorWiseClone существует очень много всяких неочевидных подводных камней. Например, мало кто знает, что MemorWiseClone создает объект без вызова конструктора. Казалось бы, полная дичь вообще. Зачем в современном мире нормальному человеку это могло прийти в голову? Создать объект и при этом не вызвать конструктор, который призван как раз таки для того, чтобы проинициализировать все варианты и сделать объект правильным, красивым, проверить его консистентность, статус и прочее. Вот. Но такая штука была нужна. И в принципе сейчас, насколько я знаю, никто таким подходом не пользуется и никому он не нужен. Это еще один как бы гвоздь в то место, откуда нужно выбросить MemorWiseClone. Вот. В принципе, наверное, мы и все MemorWiseClone разобрали. И в итоге давайте все-таки подведем черту. Это equals getHashCode должны просто переехать в отдельный интерфейс, который уже существует. Их нужно явно выкинуть из объекта. Это позволит нам более явно сравнивать объекты. Wait, Pulse, PulseAll должны перейти в класс Monitor, который теперь должен стать не статическим, а должен стать как бы инстанциированным. Метод ToString должен быть переименован для того, чтобы было более понятно, какую именно строку мы ждем отсюда. MemorWiseClone вообще должен быть удален или перенесен в какой-нибудь соседний класс, если это действительно кому-то зачем-то может быть нужно. Вот. И таким образом у нас был бы хороший, приятный, понятный и чистый обжект. Но правда заключается в том, что в этом мире мы с вами никогда жить не будем, потому что никто никогда на такие пряки-четчизы не пойдет. И просто можно пофантазировать и попридумывать, какой бы мог бы быть обжект и какие могли бы быть там полезные методы. Вот такая грустная правда. Да, все потому что дженериков не придумали в самой первой версии, потому что были бы дженерики, и на самом деле часть бы этих проблем могла бы уйти. Ты неоднократно упоминал, что вот здесь constraint добавить, тут constraint добавить. Но не было в версии 1.0 никаких таких constraint-ов. Да, да, не зря как бы стандартный equals, который в обжекте находится, он принимает обжект, а именно, а не не т, как бы не еще что-то другое, да. Из-за дженериков очень много страдают. И вот те люди, которые говорят, что нам не нужны дженерики в наших языках, они просто не понимают, от чего они отказываются. Ну, хорошо, у нас дженерики есть, датнет развивается, не боится делать breaking changes, хотя, конечно, я согласен, что этот change будет довольно breaking и вряд ли он будет сделан, но посмотрим. Чем черт не шутит, вдруг что-нибудь сломают когда-нибудь. Давай пойдем на последнюю тему, мы сегодня прям довольно много засиделись, но кажется, что статьи все, блин, такие интересные, и мы редко садимся так прям почитать длинные и большие статьи, так что будет такой особенный немножко выпуск в этом смысле. Мы поговорили много раз уже в этом подкасте про всякие фишечки вокруг Nuget. Нугет там на сайте что-то делал, мы делали в Nuget, в смысле не мы, а Microsoft в Nuget поддерживал всякие разные странные штуки, типа package source mapping. И я опять хочу обратиться к официальной документации Microsoft к статье, которая называется Best Practices for Secure Software Supply Chain. Мы, опять же, обсуждали уже такую штуку, как атаки на supply chain. Если вы помните, кратко напомню, это когда вы, например, публикуете в публичной репозитории Nuget пакет с именем, который заведомо должен быть, задержаться в каком-нибудь private Nuget фиде. И после этого, если у атакуемой стороны порядок Nuget серверов указан неправильно, то есть public сначала, а потом только private, то радостно скачается пакет с public сервера, таким образом потенциально вредоносный код попадет внутрь. Ну, это прям такая явная атака, но на самом деле, если вы используете Nuget, ну а кто же в Дотнет его не использует, то возникает вопрос, в принципе, секьюрности всего этого дела и как с всем этим работать и на что обращать внимание. И вот у Microsoft есть довольно неплохая обзорная статья про то, на что смотреть, если вы используете Nuget. Давайте по ней пройдемся. Начинается статья, собственно, с того, что, вообще говоря, сейчас не стоит вопрос, используете ли вы open source или не используете. И вы его используете. Как минимум, потому что вы используете Дотнет, потому что Дотнет сейчас распространяется тоже частично в виде нугетов. И вы вряд ли сможете, я вот, кстати, не пробовал, но, наверное, вряд ли получится собрать маломальски полезное Дотнет приложение, используя только офлайн SDK. Наверняка хотя бы за одним нугетом вы сходите в сеть. И поэтому у вас, у приложения появляется в любом случае кучка зависимостей. И здесь нужно понимать, что зависимость – это не только то, о чем вы думаете в первую очередь, то есть Nuget пакеты. Зависимость – это на самом деле все, от чего зависит сборка и вообще ваше приложение. То есть это, ну, понятно, операционная система. Вот это все, но это, как бы, ладно, некоторые достаточно высокий для нас уровень, другой уровень. Но даже если мы говорим просто про Дотнет, это не только Nuget пакеты, но это, например, сама система сборки. То есть скрипты сборки. И, допустим, не знаю, там, Дотнет SDK вы можете доверять, но если вы используете какой-нибудь, не знаю, кейк или еще что-нибудь, то это тоже внешняя зависимость, хотя вы можете ее так не воспринимать. В этих всех зависимостях могут быть, конечно, какие-то уязвимости, либо специально туда добавлены, либо случайным образом получившиеся. Вот, и с этим надо работать. То есть как только вы используете какие-то внешние зависимости, с ними надо работать. И вот, соответственно, что говорит Microsoft. Во-первых, нужно знать ваше окружение. То есть, что значит знать ваше окружение? То есть не просто знать, какие Nuget пакетики вы используете из вашего CSS-прочфайла, но на самом деле, куда они идут дальше. Для этого нужно знать полный граф зависимости. И вообще говоря, они говорят, что иногда следует на него смотреть и понимать вообще, что там находится. Вы можете это сделать через... Посмотреть Nuget Dependency Graph. Он генерится во время сборки в том числе. Либо вы можете на GitHub, если у вас проект на GitHub, посмотреть GitHub Dependency Graph. Он тоже умеет строить. Граф зависимости по каким-то своим евристикам и данным. И при этом у зависимости зависимости нужно смотреть на версии. Вот. Мы, например, используем в работе тул под названием Whitesource. Это SaaS решение, которое, соответственно, анализирует все библиотеки, которые мы используем внешне. И рассказывает, где, в какой библиотеке какие уязвимости найдены. Вот. Таким образом. И плюс какие лицензии. То есть мы можем контролировать, какие лицензии мы используем, и не появилось ли каких-то новых известных уязвимостей в версиях каких-то библиотек, которые надо срочно побежать обновить. Вот. Это полезно. И это как раз-таки уже, по сути, относится к разделу под названием Управляйте вашими зависимостями. Во-первых, если у вас большой проект, в котором много пакетов, или даже, если может быть, маленький, рекомендуется периодически делать, выполнять, точнее, две таких команды. Одна называется .NET List Package – Deprecated. То есть вдруг какие-то пакеты авторы задеприкейтили, и их нужно срочно искать им замену. И то же самое, только с аргументом Vulnerable. И тогда вам тул расскажет, какие пакеты предположительно являются уязвимыми по той или иной причине, в которых обнаружены уязвимости, и что с ними делать. GitHub имеет собственную поддержку поиска уязвимых зависимостей. Ее можно включить в вашем проекте. Если вы хоститесь на GitHub, сделайте это. Дальше контролируйте ваши Nougat-фиды, то есть проверяйте, что у вас написано в Nougat-фидах, с помощью которых вы собираете, откуда вы берете ваши Nougat-пакеты. Вы можете Nougat перевести в формат так называемый Client Trust Policy, когда вы будете качать только с доверенных этих самых фидов. Никогда не пользовался, поэтому детали не знаю. Вы, может быть, кстати, видели такую штуку, как периодически, особенно во времена DotaNetCore 1-го, 2-го, сборка очень часто падала со словами, не могу что-нибудь сделать с Project Log-файлом. Log в смысле замок. Вот это как раз тоже полезная тема. То есть во время сборки у вас появляется Log-файл, где на самом деле содержится полное дерево зависимостей, которые были использованы во время сборки. Он появляется где-то в общ-директории, и, в принципе, обычно никак не используется. Но если вы такой файлик положите, если я правильно помню, рядом с CIS ProJom, сейчас могу ошибаться, проверьте по документации, то Nougat можно запустить со специальным ключиком, так что restore будет срабатывать и восстанавливать иск ровно те версии, которые указаны в этом файле, и никакие другие. И если вдруг такая версия почему-то была убрана, например, из Nougat, ну потому что она, не знаю, признана уязвимой и удалена тем самым, unlistнута, то у вас сборка сломается. Поэтому если у вас там какой-то очень критичный код, посмотрите в сторону Log-файлов. Да, тут хотелось бы еще подчеркнуть такую вещь, что многие думают, что одного хэша коммита, например, в Git, достаточно для того, чтобы собрать точно такой же код, как вот мы выпустили на продакшн. Поэтому вот если на продакшне там хэш у нас 42, то мы просто-напросто берем вот этот коммит, который 42, собираем у себя локальный и получаем абсолютно такую же копию этого приложения, можем его дебажить, дампить и что хотим с ним делать. Вот, на самом деле это не так. Как уже сказал Игорь, там есть еще куча всего вокруг. Можно взять библиотечка на повыше версии, можно SDK другое сюда подсунуть, операционная система опять же влияет и прочее-прочее. Поэтому вот такой подобный лог-файл, он более или менее уже сужает вот этот круг переменчивых зависимостей и более или менее уже у вас хотя бы версии D-relec будут одинаковые. Да. Дальше, если продолжать работу с Nouget, нельзя не упомянуть ту самую feature package source mapping, то есть вы можете в вашей конфигурации, вашего Nouget в вашем проекте задать, какие пакеты из каких Nouget-фидов разрешено брать. То есть, например, вы можете задать по маске, что пакеты, которые имеют префикс в вашей компании, можно забирать только из internal Nouget-фида. И тогда, даже если кто-то подложит его в паблик, и у вас будет неправильный порядок, все равно не сработает. Это как бы прям полезно, если вы используете много внутренних Nouget-пакетов. Ну и последний большой раздел у них под названием Monitor Supply Chain, то есть смотрите вообще, что там происходит. И здесь тоже несколько вещей, но они такие более, ну что ли, не то что абстрактные, но не то чтобы касающиеся прям системной жизни разработчиков, а именно, во-первых, можно включить GitHub Secret Scanning, то есть GitHub периодически умеет сканировать на содержание секретов в коде. Если вы случайно закоммитили какой-нибудь секрет, то это уже нехорошо. А если такой секрет оказался вдруг в Nouget, то это тоже нехорошо, потому что он будет разнесен сразу по многим, вообще говоря, клиентам. Так что следите за этим и не коммитите в ваши Nouget всякие секретные данные. Ну я больше могу сказать, что существуют специальные сканеры, которые на постоянку сканируют и Nouget-пакеты, и GitHub, и все публичные репозитории, и вычленяют по определенному шаблону различные ключи. Например, с AWS ежедневно находятся вот такие вот ключики, которые люди уводят, потом используют для своих целей. Да, поэтому эта штука важная и следите за секретами. Дальше вы можете подписывать пакеты. Если вы пишете неконечный софт, опубликуете Nouget-пакеты, вы можете их подписывать. И таким образом кончимеры смогут их тогда проверять. Вы можете включить и, ну, не то чтобы включить, использовать Reproducible Builds. Это тема, которая у нас на самом деле лежит в бэклоге. Мы когда-нибудь до нее доберемся и подробно расскажем, что такое Reproducible Builds. Как-то сами поймем, что это такое. Мы пока, мне кажется, не очень понимаем до конца, зачем это и как со всем этим работать. Фича Nouget орг, про которую мы рассказывали, Package ID, Prefix, Reservation. Если вы автор Nouget пакетов, возможно, имеет смысл зарезервировать себе префикс, чтобы никто другой не мог выкладывать пакеты с вашим префиксом. Ну и, опять же, если вы автор Nouget пакета, не забывайте деприкатить и анлистить Package, если в нем найдена уязвимость. Тем самым вы скорее поможете комьюнити, чем как-то навредите, естественно, если есть более новая версия с исправлением. Ну вот, примерно так. Так что, если вы работаете с Nouget, казалось бы, с одной стороны, все просто. Visual Studio Deliverrider нашли пакетик, сказали ему Install, и все работает. А с другой стороны, как только вы это сделали, у вас появляется, вообще говоря, большое количество головной боли для того, чтобы мейнтейнить все это и проверять, что ничего не сломалось и все еще работает все как надо. Лицензии те же самые, уязвимостей нет, и никто вредный и вредоносный вам не может подсунуть какой-нибудь левый код. Да, это очень важная, хорошая тема. Очень радостно, что она начала в последнее время как бы возникать, и люди начали о ней говорить. Поэтому будем надеяться, что мы в конечном счете приведем нашу экосистему к какому-то понятному, безопасному состоянию. Ну и на этом на сегодня мы будем заканчивать. Выпуск получился довольно длинный, как я сказал, но мы посмотрели довольно много хороших статей. Во-первых, серия статей от Эндрю Лока про exploring .NET 6, то есть обзор каких-то довольно рандомного набора, но довольно больших фич. .NET 6, как они устроены внутри. Посмотрели, как создавать SDK на основе HTTP клиента и какие подходы к этому могут быть. Выяснили, что у нас наконец-таки начинает появляться breaking changes в 7.NET, и метод group conversion больше не будет создавать каждый раз новый делегат, а будет его кэшировать, если это статический метод был передан. Посмотрели, как писать более эффективный код, если вы используете EF-Core, помечтали вместе с Джоном Скитом, что могло бы быть, если вы правильно задизайните System Object, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Ну и если вы используете нукет-пакеты, то позаботьтесь о том, чтобы ваш supply chain был достаточно секьюрным. Ну что ж, на сегодня, наверное, все. Всем счастливо, всем пока. Всем пока. Это был 47-й выпуск радио.net. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok